Добрый день всем сегодня нашим пришедшим сюда в зал. Сегодня еще субботний день, но тем не менее, как видите, мы собрались с вами. Какой у нас сегодня распорядок будет? Наверное, я немножко расскажу, что я думаю, что нам продолжать нужно делать еще в наших делах. И потом, наверное, вопросы от вас, то, что прояснит, что вы неясны, какие-то непонятности есть. Такое должна оперативная обратная связь, чтобы нам действительно найти оптимальный вариант для наших с вами действий. Ну что ж, приступим. Может, у кого-то есть какие-то вопросы срочно, в первую очередь, обсуждения подлежащие, или таких нет вопросов? Нет? Хорошо. Поехали. Значит, для чего мы сегодня с вами собрались? Ну, во-первых, одна из основной причин, что действительно нужно определиться четко и действовать грамотно и точно в движении. Почему? Потому что то, что происходит, это, думаю, должно быть совершенно по-другому, как я уже говорил раньше. То, что мы должны освободиться от любых бюрократических таких вот шаблонов, стандартов и так далее. Если мы это с вами не избежим, то тогда опять все заглохнет. Поэтому наша задача с вами именно начинать действовать, потому что самое важное начало. Потому что как вот заложим начало, когда оно пойдет, так оно и будет. Поэтому, во-первых, хотелось очень сказать, должна быть четкая дисциплина в группах. Вот что пока, мне кажется, не наблюдается, да? То есть дисциплина как? Никто никого не заставляет. Специально, как мы, помните, определили, что каждый заявляет то, что он хочет делать. И вот он, вот хочу это делать, и это человеку поручается. Поэтому, если это было взято человеком, он должен это выполнять, и выполнять очень точно. Существуют действительно какие-то обстоятельства, там, семейные и так далее, и так далее. Человек должен заранее предупреждать о том, что что-то не получается, чтобы можно было найти возможное, так сказать, решение, чтобы было выполнено все, что положено по делу. Почему? Потому что дела должны быть выполнены в любом случае. Потому что если мы должны действовать сообща, и в то же время каждый по себе. Понимаете, в чем, кажется, особенность? То, что не должно быть то, что как вот человеку просто навязывают, и он должен делать, потому что ему там запугали, и так далее, и так далее. Должно быть чисто, действительно, исходящее от сердца, от души, действия. И дело, которое человек делает, действительно, с радостью, оно всегда и приятно, и, так сказать, и полезное во всех аспектах. Потому что, вот, знаете, есть работа, есть труд. Чем отличается работа труда? Труд человек делает с радостью в душе, а работает, это раб, слово раб. Поэтому и работа слово от раба. А раб делает то, что под принуждением, естественно, никакого души-то не вкладывает. Зачем ходить далеко? Так сказать, ну, здесь у нас довольно-таки достаточно женщины, ну, и мужчин тоже. И когда даже женщина готовит, или мужчина готовит еду, если у него плохое настроение, нет радости в душе, еда получается безвкусной. Согласен, все знают это так. А вот когда радость на душе, человек с радостью делает даже еду, еда получает из тех же самых продуктов, получает вкусно. Один тоже человек по одному и тому же рецепту делает, а разница колоссальна. В чем дело? Дело именно внутреннего состояния души человека. Как он это дело делает? Это не касается не только пищи, потому что пищу мы можем раз и попробовали, да? И сразу поняли, что это не то с хозяйкой или с хозяином, который готовил еду. А все остальные дела, как говорится, на вкус не попробуешь, но суть остается сутью. Если мы делаем что-то, отдаваем туда душу, вкладываем в свою душу, то, естественно, результат получается совершенно другой. Наша самая задача добиться того, что мы делали и делаем, было именно такого качества. Во-первых, чем отличается, допустим, можно, если я пришла мысль, чем отличается то, что делается с душой, даже не только в отношении еды. Если человек делает дело с душой, и он светится изнутри, и люди, другие, это видят и чувствуют, между прочим, и уже реагируют на то, что вы несете другим совершенно по-другому. Поэтому, с моей точки зрения, нам нужно добиться именно такого, чтобы это было действительно осознанное действие. У каждого есть, естественно, свои проблемы, головные боли, задачи, работа, семья, взаимоотношение с людьми и так далее. Близкими не очень, это естественно. Естественно, каждому из нас нужно чем-то жертвовать для того, чтобы уделять час своего времени, для того, чтобы посвящать тому, что, казалось бы, лично нас конкретно не касается. И жертву, каждый из нас, который приносит в этом плане, не типа, понимаете, жертву, должна быть именно осознанной, и мы должны вкладывать в эту свою душу, потому что без этого бесполезно нам что-то делать, в любом случае. Это вот первая задача. Самое главное, чтобы это действительно шло. И но, во-первых, в группах координаторов вы сами выбираете, значит, вы им доверяете. Там специально сформировано, в каких случаях, если вы не доверяете, какие действия должны быть. Но пока координатор остаётся координатором, пока его не преизбрали или в регулярном варианте, или досрочном, понимаете, да, в любом случае координатор является вашим доверенным лицом, и вы должны соблюдать дисциплину в группе. Нравится или не нравится, потому что никакой, как говорится, без дисциплины ничего нельзя сделать будет. Потому что если мы будем действовать хаотично, или когда кому-то вздумается, и так далее, это никуда мы ничего не сделаем никогда таким образом. Естественно, что должна быть задача координатора, как организатора, заключается в том, чтобы оптимально подобрать так, чтобы режим работы, который человек хочет делать, был оптимально согласован с необходимостью его личными тоже, то есть чтобы его личные интересы при этом не защемлялись, не ущемлялись по максимуму. Всё это должно быть согласовываться. И, конечно, не каждый координатор сразу научится правильно действовать. Это же, понимаете, что в этом отношении, в принципе, шаблонов не должно быть, это первое, и никаких, так сказать, уже готовых вариантов, что вот образцов для подражания нет. Во-первых, не может быть каких-то вот этот, так сказать, идеальный координатор. Потому что координатор может быть идеальным в одном случае для одной группы, для другой он не будет подходить, потому что многие факторы влияют. Поэтому нельзя создать такой идеал, по которому каждый должен стремиться. Но дисциплина в группе должна быть очень крепкая. Поймите, всё ещё не будет дисциплины. Есть реальные обстоятельства, что-то не получается, заранее сообщается координатор. Координаторы собираются специально для того, чтобы именно обсуждать совместные действия, для того, чтобы согласовывать совместные мероприятия и так далее, и так далее. То есть для этого вы доверяете и выбрали координаторов первого уровня своего, своей группы. Значит, вы им доверяете, а они уже решают сообща, что, какие задачи имеют приоритетные на данный момент. Потому что есть что-то первозначное, второзначное и так далее. За всё сразу делаться, браться нельзя и не нужно, и так далее. Потому что есть то, что действительно нужно делать в первую очередь, есть то, что можно отложить на завтра, есть то, что можно отложить на послезавтра. То, что нужно делать послезавтра, делать сегодня не нужно, потому что это еще рано, во-первых, может быть, преждевременно. И польза этого работера минимальная. Или сразу все делать тоже не нужно, потому что если делать все сразу, то тоже может быть проблема из-за того, что, кажется, нужна последовательность. Информация должна подаваться последовательно, и так далее, и так далее. Я всегда говорю пример, когда, допустим, маленькому ребенку, который он учился говорить, ему теорию квантовой физики читать еще рано. Или взять все сразу и прочитать. Не нужно это. Потому что большинство людей за пределами нашего движения, в принципе, большинство уже читали материю, кого-то представления не имеют, но за пределами движения многие люди не читали, не знают. Поэтому им сразу обухом по голове то, что правильно, не въедет. Не смогут ли где-то войти, потому что они далеки от этого, они не понимают о чем. Это насилие, что для многих случаев говорить с людьми на иностранном языке. То есть вроде бы русские слова, но для меня не понимают. Поэтому нужно понимание, нужно человека подвести туда, взять как маленького ребенка за руку и провести все эти ступеньки от буквы А до буквы Я. Тогда получится действительно что-то толковое. Это непросто. Это, кольце иногда, главная боль большая. Тем не менее, нам нужно действовать так. Спешить в этом деле невозможно. Самое главное, что нам не нужны фанаты. Вот фанатично настроенные люди, которые не понимают ничего. Знаете, вот били в голову и вперед. Что такое неважно, вперед. Потому что должно быть понимание, задача добиться просветления. Если мы не добиваться будем от людей, от самих себя в первую очередь, и потом от других именно просветления, то опять это будет просто бюрократическая система, которая в принципе совершенно не нужна нам с вами и вообще России в том числе. Это первое. Во-первых, хотел сказать следующее, что еще очень важно. Важно то, чтобы именно на первом этапе, вот сейчас у нас очень важный момент имеется, именно через интернет, распространение представлений интернет, создание грамотных, создание сайтов региальных и так далее. Полное освещение. Почему? Потому что движение пока у нас в самом начале, пока еще хорошего финансирования такого идущего в зне нет. И вы знаете, даже если предлагали бы, я бы не брал деньги на движение. Вы знаете почему? Прекрасно знаете. Вот я предполагаю заработать деньги достаточно, чтобы эти деньги пошли на движение. Потому что если кто-то дает деньги, то они что-то за это хотят. По крайней мере за сколько лет своей жизни, когда я многим жизни спасал и так далее, мне никто не пришел, сказал, за исключением, когда покупать меня хотели, конечно, ну понимаете, я сказал, вот ты сделал такую хорошую жизнь, спас или планету спас, ну неважно что, вот на тебе финансы для того, чтобы делать дальше свое дело. Ни разу не было. Приходи только тогда, когда им нужно было делать, чтобы я все гробил. Вот продайся, мы тебе дадим финансы, и ты ты будешь делать, так сказать, то, что нам нужно. А то, что делать что-то так, вот ты делаешь доброе дело, допустим, вот тебе финансы, чтобы я мог, так сказать, более широко это делать. Не было ни разу за более чем 20 лет моей деятельности. По крайней мере за все то, что хорошие дела, пока еще и делал, это получал только лишь подарки в виде попытки уничтожения и тому подобного. Ну, видите, пока еще никого не получилось. Вот это получало, вы знаете, неограниченное количество. И чем больше хорошего дела, тем больше оплаты в таком виде я получал. Вот просто, вот здесь у них, так сказать, просто щедрость безмерная. Поэтому это, могу следовать сказать, финансы должны быть чистые, это первое. И второе, что если финансы приходят, то когда те, кто дает финансы, естественно, за это хотят что-то. Или контроля, или в нужный момент сказать, что делать и так, или так. Вот этого я не хочу и буду против этого всегда. Потому что нам не нужно, чтобы кто-то или какая-то сила, финансирующая и так далее, могла контролировать то, что мы делаем. Потому что мы делаем не в интересах кого-то, а мы делаем интересы именно страны. Это пускай звучит немножко странно, но дело в том, что то, что мы делаем, действительно пробуждение людей и так далее, это для нашей страны. Потому что если мы не пробудим народ, вот понимание и так далее, то пробуждаться уже никому не будет и страны уже не будет. Так что в этом плане действительно, как бы это громко ни звучало, но действия направлены именно на интересах страны в большом смысле слова. Поэтому в данном случае мы должны именно и действовать так, чтобы люди, которые видят, к которым мы приходим, чтобы они понимали. Допустим, если я в своей жизни никогда не курил, никогда не пил, ну не говоря о странном, то я имею полное право об этом говорить, говорить о вреде и так далее, и так далее. Понимаете? А если человек говорит, что это вредно, а потом впервые стоит и да, это очень вредно. Стоит вместе с тем же, кому он убеждал, что курить вредно, также стоит и курит, потому что лектор, он просто лекцию читает, понимаете? Вот такая вот несоответствия внешних и внутренних факторов. Говорят одно, дело другое. Вот мы с вами должны это избежать полностью, начиная именно с каждого из нас самих. Мы должны быть честны и с собой, понимаете, обмануть можно кого угодно, невозможно обмануть себя. Потому что мы должны действовать всегда, вот как внутреннее состояние должно соответствовать внешнему. Вот когда мы будем действовать так, люди будут это видеть и действительно будут реагировать совершенно по-другому, как они реагируют на других людей. Потому что там и там люди, а как отличить? Вот приходят и тоже кричат там о хорошем, включите телевизор, разве там много о плохом говорят, все говорят о хорошем, да? Вот все будет замечательно, все потрясающе, мы будем делать, особенно политики, да? Я говорю, что в России еще маленький такой опыт, а вот посмотрите, допустим, опыт развитых, в кавычках, демократических стран. Каждый президент, президент с компанией, у них заявляют, что он будет сделать вот это, вот это, вот это, вот это выполнит. Проходит 4 года, ну, потом максимум 8 лет, и ничего из того, что он говорил, никогда не выполняется. И заново приходят следующие кандидаты, говорят, в принципе, те же самые слова, мало чем отличающиеся, по сути, ну, нюансы меняются со временем. Говорят, то же самое, их опять выбирают, и ничего не выполняется. И это уже, по крайней мере, в Америке наблюдало это хорошо, ну, 15 лет было там, поэтому за это время там несколько президентов сменилось, поэтому наблюдало очень хорошо. Понимаете, почему? Мы должны отличаться от тех политических болтунов, так называемых, которые говорят, а на самом деле противоположные. Вот если мы, наши дела и наши слова должны соответствовать, если этого не будет, то грошится нам с ценов. Так что мой совет, именно принять это к сожалению, потому что, если мы говорим о каких-то вещах, если мы говорим, что, допустим, алкоголь, никотин, и другие являются вредными, и являются, в принципе, оружием врага, и мы с врагом боремся, то мы должны, во-первых, с этими последствиями бороться в самих себе в первую очередь. Мы, как же, можем говорить другим об этом, если мы сами позволяем врагу, как говорится, получать определенные преимущества. Конечно, ситуация разная бывает, но если кому-то нужна помощь, всегда можно получить помощь. Но если мы говорим об этом, значит, мы должны сами придерживаться. Если кто-то говорит, я не могу или не хочу, это нужно вопрос разбирать, потому что насильно никого не заставлять не будем. Но если человек не получается, нужно помочь. Нужно будет, я чем-то смогу помочь, и так далее, и так далее, и так далее, это не проблема. Но мы должны понимать, что те инструменты, которые враги используют против народа, и народ – это общая масса, знаете, так звучит неопределенно, но народ – это люди, конкретные люди. Каждый, который человек, это мы здесь сидим, тоже народ, правильно? Ну, это общее слово, но в реальности это конкретные люди, которым именно мы должны общаться и взаимодействовать с ними, для того, чтобы проводить то, что мы проводим. Если мы это не будем делать, то получается, вот мы говорим с вами, вот оружие врагов, то-то, то-то делает, потом люди видят, что сами то же самое делаем. Тут же все исчезнет. Так что нужно действительно, если кто-то не чувствует в себе уверенности или считает, что это не подходит, значит, лучше сказать, извините, мне это не подходит, или помогите, но все равно должна быть именно честность и внутренняя и внешняя. Так что вот это вот нам нужно четко делать. Дисциплина должна быть, потому что вы группу выбираете, координатор, координатора можете даже попросить, каждая группа, но, думаю, можно сделать действительно, чтобы координатор отчитывался о работе своей перед группой, допустим, раз в полгода, к примеру, чтобы группа могла оценить деятельность координатора, потому что группа же не знает всю деятельность, допустим, координатор не обязан, не должен, temperature, приходить в группу и рассказывать о всех обсуждениях, допустим, которые координатор второго уровня в группе, ну, координаторы собираются, обсуждают, Это по мере необходимости. Поэтому целый ряд деятельностей координаторов может быть неизвестно группе. Поэтому, может быть, координатору было бы неплохо именно уведомлять своих групп о том, что действительно еще делается. И не только им самим, но вообще делается в движении. Чтобы, в принципе, каждый член движения имел в общем, что происходит в движении, не только внутри группы. Потому что еще то, что наблюдается, что группа сформировалась, они получают ячейку, что очень хорошо. Но получается ячейка, мы ни черта не хотим знать, что происходит за пределами этой ячейки. Типа мы сами по себе в движении, но сами по себе. То, что люди спаялись, сдружились, это замечательно. Потому что то, что делали уже в течение столетий, это добивалось, чтобы люди превратились просто, как говорится, индивидуум, который плевать на всех и вся. А вот когда появляется такая вот родственность, интерес провести вместе время и так далее, замечательно. Но при всем, при том, группа отдельно не должна превращаться в самоизолироваться от всего остального. Именно поэтому, наверное, я рекомендовал бы координаторам просто доводить до сведения своей группы периодически о том, что происходит вообще в движении. Кажется, не полить занятия, а просто именно, чтобы все знали, что происходит в движении, не только в самой группе. Потому что группа – это часть движения, и должна быть обоюдная связь. Информация идет о работе в группе координатора второго уровня, потом будет третьего, может, больше будет по мере роста движения. Но должна быть и обратная связь, сверху вниз и снизу вверх, чтобы все знали, что мы с вами делаем. Плюс, что хотел сказать, на данном этапе самый широкий и мощный фронт работы у нас – интернет. Потому что все остальные требуют больших финансовых затрат, пока они невозможны. Поэтому, и, во-первых, интернет еще единственное средство, которое не контролируется кем-либо или чем-либо. Потому что журналы, газеты, радио, телевидение – вы уже поняли, что происходит, да? На ежедневных последний раз, когда было, в прошлом году, в конце мая, предложение по поводу радиомаяк предлагали. Вот, вот, все, пускай выбирает, скажите, какой день удобный, какое время и так далее, и так далее, и так далее. Сообщили, какой день, какое время удобное. За день звонят, вернее, в принципе, ночью, ну, за день, меньше, чем за день, за 12 часов. Все, извините, у нас срочно что-то появилось, мы должны убрать и так далее, потом вам свяжемся. И до сих пор год прошел, как связывается, до сих пор связывается. И что интересно, в то время, когда был якобы что срочный материал, никакого срочного материала не было вообще. Ну, это понятно, почему было, да? Поэтому, поймите следующее, ни средства массовой информации особо не спешат освещать деятельность, которую мы с вами делаем. Задачи, цели. А почему? Знаете, почему? Потому что несколько встреч, которые все-таки были, которые мне сделали, так сказать, на радио и, так сказать, локальным там кабельным, в курсе, наверное, смотрели. Задача тех беседующих, там, Быкова, Дмитрия Быкова, да, в частности, была то, что выставить, когда, то, что буду говорить, выставить, ну, ку-ку, человек ку-ку, у него все ку-ку, понимаете, да? У него была такая задача, чтобы дискретировать, он же довольно хороший, болтун был, и очень убалтал многих, да? Вот его задача была сделать так, чтобы или вызвать какую-то, как сказать, неадекватную реакцию на его действие, или показать всем, что перед нами, так сказать, полный идиот, сумасшедший, который не знает, о чем говорит, очень бредный сивый кобыл. У него это очень не получилось, скорее всего, наоборот. После чего, насколько я понимаю, его задвинули надолго, зато как не справишься с заданием. Резко задвинули. Потом тоже несколько вариантов, были те же самые. То есть, вот, задача была, по крайней мере, если не дискретировать, то хотя бы сделать вид, ну, у человека не все дома. Кто-то пошел, а не вернулся, понимаете? Ну, то же самое вариант. Не получилось. Они испугались. Потому что враги наши очень хорошие демагоги. Очень легко могут уводить от сути, переводить на мелочь какую-то. Уводят того, что действительно важно, и так далее. И собрать, ну, не нужно далеко ходить, кто видит происходящее, допустим. Но то же самое, что Гордон проводил, там вот, потом вот эти самые мосты, там вот, что Прохановы видели, да, выступления, когда вот дебаты идут насчет защищает Проханов, защищает Россию и русский народ, да. Ну, извините, я Проханова знаю, приходил сталкиваться несколько раз, но не умеет человек вести дискуссию, тем более с опытным врагом. Его разводят, как ребенка, а он даже не понимает, понимаете? И изображает его полный идиота. И вместе с тем русский народ выглядит, как полный идиот, что никого умнее Проханова и мог еще, так сказать, что-то сказать. Нет, вот это все лучшее, что есть, это русский народ доставил. И смотрите, какой он идиот. Я не говорю, что он плохой человек, но он не на своем месте там. Потому что его разводят просто потрясающе. Безграмотно ведут, покупаются на ерунду какую-то, заводятся на пустом месте. И вместо того, чтобы говорить о сути важном, получается базар. Ну, вы это видите на экране тоже, да, хорошенько. И в результате этого что получается? И получается, что Гордон прав, да? А так ли это? Нет. Так вот, нам с вами нужно учиться именно вести и диспуты, тоже война. И война информационная гораздо более важная, чем война реальная, понимаете? Потому что именно информационная война сейчас и есть реальная война, которая велась и ведется. Именно она привела к тому, это не сейчас началось. Не подумайте, что только сейчас, типа с Гордоном она началась. Она велась тысячи лет. Вы не представьте, как... Ну, тут уже читал немножко, что Светлана писала о Христе. То, что я писал, кто его называет Христом, да? Посмотрите, что было на самом деле. И под каким соусом весь мир знает об этом. Что-то есть близкое? Вообще ничего близкого. Кроме того, что человек был, и действительно серьезные испытания, и жертвы личные приносил для того, чтобы помочь другим. Посмотрите, как переврали. Вот недавно, так сказать, новая глава Светланы вышла, ну, пропаганка Катар, да? И весьма тяжелая, кто читал, наверное, да? Потому что действительно информация там неисприятнейшая. И нормальный человек спокойно читать информацию не может. Но это правда. И, ну, некоторые молодежи-то особенно пишут, вот, типа, согласны, типа, с Эзидорой, что, типа, вот, Катары, типа, были, так сказать, дураками, нужно было действовать, а не то, 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 все. Да, правильно, но. Вот в следующих главах кое-что вы узнаете, почему именно такая ситуация возникла. И неспроста такая ситуация возникла. Это, опять-таки, потому что Катары, которые были во время Марии Магдалины, и Катары, которые были в момент их уничтожения, отличались. Потому что, ну, опять-таки, почитайте главу новую, там очень интересно будет. Потому что, но что интересно, вот, то, что казашевились, посмотрите, как испугались. Вот Светлана, ну, видели фотографии, допустим, в которой глава стоит. Так, это месяц назад Светлана ездила в Дарину Магов, вот там, где Катары, так сказать, были. И сделала все эти фотографии, потому что, когда человек знает, что он ищет, он фотографирует то, что нужно, а не просто общий вид, понимаете. И, конечно, только часть фотографии в главе, потому что, как видели, там есть сноска насчет того, что будет книга «Дети света». Помните, да? «Дети солнца». Вот. И в этой книге отдельно будет посвящена именно ситуация полностью Катары, так далее. Потому что книги, которые сейчас она пишет, это несколько другого плана книга. Но, тем не менее, возникла необходимость писания ей еще одной книги. Ну, вот, она была в прошлый раз, в прошлый раз, когда она хотела идти в пещеры, чтобы, так сказать, кое-что сделать, ей сообщили, что, когда пришлось сказать, все закрыто, там обрушилось, завал, и неизвестно, когда откроется. Неплохо, да? А потом выяснилось, никакого завала не было. Но это еще полбеды. Вот она опять, сейчас она опять там находится, и опять ездит. И что интересно, вот меньше месяца прошло с того, как она последний раз там была. Знаете, что происходит? То, что стояло уже почти 800 лет, никто не трогал, остатки, уничтожаются, следы. То есть, надписи, которые были, закрашиваются, витражи, которые там были, заменяются, все уничтожаются, перепугались. Почти 800 лет не пугались, да? Остатки были. А сейчас вдруг, неожиданно, стали делать, все забивать, ставить там статуи христианские уже, понимаете, в таком плане, как и сегодня принято. Все, и маразм полнейший. Как вы думаете, почему это стали делать? Потому что боятся, испугались. Потому что то, что выйдет в результате этого, это, в принципе, для них будет крышка. И не случайно, вот новый папа, новый папа, который так, он уже, наверное, кричит о новом крестовом походе, что инквизиция была права, что все это делали, все правильно, не слышали об этом, да? Ну, вот уже не кричит, что предыдущий папа римский, это антипапа. То есть, его нужно исключить, потому что он предатель и тому подобное. Ну, понимаете, да? И что, знаете, что он заявил? Что предыдущий папа вообще пеган. Пеган – это язычник. А знаете почему? Вот смотрите внимательно. Этот новый папа был ближайшим помощником предыдущего папы. Вел его дела. Все, ну, секретариат и так далее, и так далее, да? Смотрите, он становится папой. Его, видно, избрали, думая, что он наиболее близко будет продолжать те же дела, которые предыдущий папа делал, да? И что он делает? Он делает, объявляет тому, кому он помогал, служил, антипапой, язычникам, что вообще его выбросит нужно из пантеона пап и тому подобное, и тому подобное, и так далее. И что вообще инквизиция и все эти вещи, так сказать, были реальными, правильными, хорошими, замечательными, что нужно опять возродить крестовый поход. Вот. Неплохо? Обратите внимание. Это всегда метод, который враги применяли. Они всегда, как говорится, якобы прикидывались тем, кто нужен, кого хотят видеть. Поэтому нужно учиться многому. Учиться можно, нужно видеть не только, что человек делает, но это со временем, конечно, будет. Но видеть, что он думает, не в том плане, что, типа, просматривать мысли человека и так далее, это неправильно. Я, например, мысли других людей не смотрю. Во-первых, мне это незачем, по многим причинам. И, во-вторых, есть определенная этика. Но у меня есть такая программа, что в случае, если от человека исходит опасность, не ко мне даже, у меня многие метры защиты есть, вообще опасность от данного человека есть и так далее, или что-то не так отрицательное, тогда я считаю, имею право войти и посмотреть, что же у него там есть. А до этого право, если он считает меня идиотом, болваном и тому подобное, да ради Бога. Если ему нравится, пускай он будет счастлив. Мне это не волнует и не колышет, говорят. А вот именно если существует реальная опасность, опасность как провокатора. Ну, вы знаете, что происходит обычным провокаторам, которые приходят на наши встречи, да? Они спокойненько спят. Потом просыпаются, а что было? Ну и хорошо. Человек поспит, может мозги прочиститься параллельно еще. Очень часто это происходит. Просто, чтобы было понятно, очень долго, когда ко мне засылали разных убийц по разным видам и так далее, и так далее, во-первых, даже профессоралы выше уровня, они все равно исполнители. И, в принципе, наказывать их не стоит, они не виноваты. Если им придадут, ну, в данном случае не это, но дадут папку, где вот дело, так сказать, вот фотографии, вот это он, типа, такой-то, какой-то. И написать можно все, что угодно. Откуда узнает человек, исполнитель, что написано в папке, которую ему дает, правда или неправда? Конечно, не может знать. А написать можно так, чтобы у человека волосы для него встанут, он скажет, да, это нужно умерзоваться, убрать немедленно, да? Ну, вот, долгое время я просто нейтрализовал, нейтрализовал, потом мне надоело. Я сделал одну весьма интересную задачу. Я создал определенное защитное поле, достаточно, чтобы даже не там оптические винтовки, прицелы, тогда не только долго рассказать. И кто человек, который входит в эту зону приближения, идет сканирование, если он, так сказать, у него там заложена программа на убийство, вред и так далее, не только мне вообще, так сказать. Идет просто стирание этой программы, он просто забывает о том, что, зачем он пришел, какая задача он. И плюс еще мозги немножко промываются. И знаете, что стало происходить? Что практически все, даже профессиональные убийцы, которые присылались и так далее, мне приходилось им в глаза смотреть тоже, и большинство из них стали воевать против этой системы, которая их посылала. Они испугались, что потеряют всех свои кадры. Потому что когда вот люди зомбируют, и когда убирают зомбирование, и они начинают видеть правду, даже люди, которые были, так сказать, служивые верой и правдой, думают, что они служат правому делу, с точки зрения, как преподносилось, начинают воевать против этой системы, потому что они понимают, насколько это мерзкая система, насколько она бесчеловечная, ну и так далее, и так далее. После этого ко мне боятся приближаться вообще-то. И, как мне известно, из наших спецслужб тоже есть информация, что сообщение такое, что не приближайтесь к Левашову близко, он зомбирует людей. Ну это же, если такие слухи из спецслужб распускаются, это очень хорошо. Говорит о том, что они действительно боятся, и, конечно, не знают, что они полные идиоты и болваны, но, тем не менее, есть методы у меня, при частности, которые для них не по зубам, поэтому, понимаете, нужно именно действовать и учиться, конечно, со временем, я говорю в вещах, что нужно будет учиться, конечно, мы пока не учимся этому массе, потому что, помните, сначала должно быть понимание, и вот когда будет ясно, что человек действительно понимает, вот потом, в некоторое время, из тех, кто действительно достиг правильного понимания, будет школа и уже будет подготовка людей для других уровней работы. Но пока это еще рановато, к сожалению, потому что нужно, чтобы, действительно, каждый из нас добился, и из вас, и я считаю, добился понимания, что, как и почему. Потому что враги действовали всегда и будут действовать всегда, всегда будут засылаться агенты и так далее, и так далее, это нормальное явление. И нужно сделать так, чтобы агент стал нашим, потому что и уже работал не против нас, а на нас. И это возможно и нужно, просто для этого нужно человеку помочь увидеть правду. Ко мне много подсылали людей, которые вокруг меня крутились, но они в большей степени работали не на тех, кого посылали, а на меня. Почему? Потому что, знаете, нужно понимать, что то, что мы с вами делаем, не может быть остальным без внимания. Это понятное дело, да? Потому что мы представляем опасность. То, что делается движением, это пробуждение сознания людей. То, что, оно более опасно. Пока народ спит, он не опасен. Его можно угробить и так далее, и так далее. Но если народ проснется, это не значит, что там революции и так далее. Революции как раз-то делали с врагами, когда народ спал. А именно, когда проснется народ, тогда действительно люди конкретные. А народ опять-таки конкретные люди. Потому что все говорят о народе в общем, забывая о том, что народ это действительно конкретные люди. Каждый из нас есть часть народа. Именно поэтому задача нас с вами тем, что не думают, что, допустим, опять-таки, спецслужбы, там далеко не все враги. Чтобы вы тоже знали. Есть и свои. В них тоже. Это всегда было и всегда будет. Но борьба есть борьба. Черные, так сказать, паразиты, они не будут освобождаться добровольно, уходить. Скажут, так, все. Мы не хотим больше пакостить, мы не хотим больше быть паразитами. Извинтяйте нас, покаяться. Вы понимаете, что насчет покаяния мы говорили с вами. Знаете, есть поговорка насчет крокодилей и слез, но это не совсем правильно. Но понимаете, главное о сути поговорки насчет крокодилей и слез. Крокодил кушает, а у него слезы текут. Неправда, но неважно в этом деле. Суть, поговорка хорошая. Покаяться, конечно, можно, только это не менять. Если крокодил будет прожирать дальше, как он прожирал, то все эти крокодильные слезы, условно, скажем так, грошим цена. Но дело в том, что у нас действительно есть возможность, и не только возможность, а наши действия действительно не просто так, а в полном смысле слова зависит, будет ли, допустим, Россия в будущем или не будет. Как-то ни странно звучит, да? Потому что по планам социальных паразитов Россия должна быть уничтожена, русский народ должен уничтожен быть, и так далее, и так далее. И не только русский народ, но и все остальные народы тоже пострадают в России живущие, коренные. Так что здесь у нас, так сказать, задача такая, что, понимаете, не просто болтологией мы занимаемся. То, что мы делаем, это контрпропаганда против той системы, которая сейчас существует. И именно для этой цели, вот эта книжечка, которая еще не книжечка, но вот вариант того, что уже, да, вот мне сделали ребята, спасибо, вот я еще не сделал со мной, видите, поспешили, ребята сделали. Вот, вот эта книжечка, ну, кто читал уже знает, да, вот это вот один из мощных инструментов контрпропаганды. Почему? Понимаете, контрпропаганда не стоит, чтобы переболтать болтуна, что обычно считается контрпропагандой, так? А контрпропаганды это, именно донесение той информации, но кто прочитал эту книжку новую, уже знает. То есть, вот когда вот такая информация становится доступным людям, когда начинают понимать, что наши предки-дикари, оказывается, цивилизованы были во много раз больше, чем современная цивилизация, и что в сказах, это не в сказках, вы поняли, отличие сказки от сказок, несется гораздо больше, в принципе, реальных событий, просто изложено пленым языком, только и всего, и только если правильно понимать и знать понимание того, что за этими словами стоит, оказывается, вот смотрите, это, так сказать, только просто не хотелось очень глубоко закапываться, нужно было скелет создать, но даже вот то, что вы прочитали, посмотрите, сколько можно интересной информации вытащить, если понимать, что значили теленные слова, что стояло за теми понятиями, если понимать значение слов. Ведь сказ читали очень многие, да, те, кто издавали вот эту комментарию, видели, там комментарии были к сказкам, вот сказок, да, вот специально концерт привел, там только были комментарии к тому, что данные слова, некоторые слова значат. Извините, комментарии? Вот я думаю, что комментарии, вот то, что я написал, с комментариями, да, потому что она дает понимание того, что в себе несет сказ. Ну, даже вот забавно реакция на, ну, что еще не забавно, вот Байдер сообщил, что вот за сутки, как был выставлен сказ, его скачали 1200 раз, то есть 1200 человек на двух сайтах скачали за одни сутки после того, что говорит о многом, да, но что уже даже первые, так сказать, отклики появились, довольно-таки быстро отклики пошли, ну, правда, отклики весьма забавные. Один человек прислал мне отклик, типа, прочитал ваш сказ, типа, с запоем прочитал ваш сказ, типа, разбираться еще на несколько лет придется, ну, в этом он прав. Но, вот, как я шучил уже, что запои всегда вредны, не только с алкоголем. Объясню, почему. И пишет, ну, вот здесь вы упустили, вот отличие, расстояние от звезд сказей и современных, вы упустили, что звезды, кажется, еще движутся в пространстве, я об этом не знал, да? Вот вы упустили, вот, различия и так далее. И второй момент, он человек написал, и еще вот обыча, вот там же, вот, их принимали, насеку привечали, принимали, а потом склад клали, потом на утро только говорили. А вы вот это упустили, момент такой. Вот, понимаете, ну, все это написано, и даже не только написано, выделено большими буквами. Просто написано не так, как человеку хотелось, он в одном месте увидел это, где не разбирается что-то, понимаете? И у него засело в голове, а то, что чуть дальше все это расписано, допустим, отличие расстояния в сказе, которые, например, небольшие, это погрешности, такие неточности, там специально, во-первых, во-вторых, во-третьих, я выявил несколько причин, которые в комплексе дают то, что данные сказок в некоторой степени отличаются от данных современных астрономов. Но это было выведено полностью, все ступенька по ступенькам. Человек это даже не заметил, хотя он разложен был и так далее. Насчет привечания и так далее, где, ну, глава касаем, когда Настяка прилетела на планету со звездом Финиста, то я специально выделяю, вот там поведение принимающих ее на всех других планетах, богини и боги, ну, как понятие там, помните, да, ее принимали как, а тут хозяйка, так сказать, терема, которая на планете Финиста, она не богиня, не правительница, и принимал ее совершенно под рукой. Я показал различия менталитета, различия подхода, но человека даже не заметил. Ну, единственное, что правильно, несколько лет придется изучать. Так вот, изучи несколько лет сначала, правильно? А потом делай замечание. Получается, проскочил, поэтому запоем, вот вам наглядный пример, когда человек читает запоем, что, естественно, когда человек заводится, он начинает включаться, и так далее, он выхватывает только часть информации. Поэтому я говорю, что не то, что я хочу, чтобы книжку читали много раз, то, что я действительно хотела разобраться полностью, нужно действительно прочитать, может быть, действительно, один раз так вот запойный вариант, но потом сесть уже более спокойно и внимательно прочитать медленно, потому что действительно въехать в многие аспекты, которые просто человек не в состоянии по многим причинам уловить. Поэтому, думаю, что вот, в принципе, вот эта книжка, я скоро буду готовить ее к изданию, так сказать, в Кварке, получу данные, и иллюстрации тогда добавлю, еще там дополнительные, как раз вот то, что дяди делали иллюстрации для, по сказу, вот я там буду использовать, и плюс еще иллюстрации, связанные с материалом, комментарии тоже я же там добавлю, соответственно, несколько своих иллюстраций. И уже будет выйдет книжка в полном смысле слова, и тогда уже не сильно будет важно. Но, в принципе, вот эта книга, она уже является своеобразным, думаю, будет важным аспектом именно даже в вашей пропаганде, потому что это наиболее легко и наиболее доступно людям. Потому что здесь тоже знание, но это комментарий есть комментарий, там есть, понимаете, эти люди иногда путают. Вещи, знания, они должны излагаться в определенном порядке, то есть излагаться материалом, последовательно, доказательной базой и так далее, и так далее. Это не просто взять и просто лясо точить, потому что там нельзя, нужно все выстроить логически, безопречно, чтобы не было возможности кому-то, по крайней мере, вот сколько не было, пока никто никогда не смог, кроме как болтология, типа вот, типа там неправильно, вы ошибаетесь, и когда начинаешь, хорошо, а где? И все пролетают. Никто не смог ничего оспорить. Почему? Как вы думаете? Потому что изложено четко, правильно, и в принципе можно только кричать, а когда дело доходит, а дальше уже нет, потому что орать можно все, что угодно, а когда начинаешь спрашивать, хорошо, скажите, а в чем конкретно? А конкретности никакой нет. Поэтому это одно дело, и знания, представления-то излагаются, они могут еще тяжелее восприниматься, многими из-за того, что это совершенно кардинально отличается от того, что нам навязали с детства. Но опять-таки, кто читал мои комментарии, видите, что то, что сейчас современному человеку воспринимается как, по крайней мере, фантастика, даже для простой крестьянки в то время воспринималось нормой. Забавно, да? И действительно, вспомните, в начале 20 века паровоз вызывал панику людей, шарахались. До чего наш народ доверил? Представьте себе. Вот повезло, действительно, что случайно, что именно одна из звезд, куда летала Настень, казалось, именно звезда Бернарда, которая движется по прямой на наше, вот встречное движение, знаете, лобовое столкновение, она не спрогнется, но на нас несется. И поэтому можно точно было рассчитать, сколько, так сказать, времени назад, какое время назад ее полеты были, случились, так? Просто, просто здорово, что так им, это просто подарочек раскопал, любопытный. Но, в любом случае, поймите, что, видите, для тех людей, даже вот после катастрофы, полторы тысячи лет назад, для людей многие вещи были совершенно нормальными. А сейчас еще наш современный ученый еще спорит, есть ли жизнь вне Земли или ее нет. и что, прежде говоря, что Земля единственная планета во Вселенной, где есть жизнь. Но откуда такой идиотизм может быть? Ясно откуда, да? Кому подчиняется Академия наук? Понятно кому, да не только наши. Тем самым социальным паразитам, которые им кормушку устраивают. И мне жалко многих ученых, потому что они продаются, продают свою душу дьяволу, скажем так, как Мефистофель, да? Условно. Но это не условно, так и есть. Почему? Потому что им сдают задания, им говорят, вот делай вот это, им говорят, вот ты должен, это гранты, так называемые, на исследование. И именно исследования такие, которые хотят делать, не то, что действительно у него душа лежит, а то, что действительно у человека может возникнуть какая-то идея, какая-то мысль, которая действительно может быть переворотной для цивилизации, ему не позволяет, потому что они считают ее неправильной, что это не нужно, потому что они не заинтересованы, кто деньги имеет, понимаете? Получается, оказывается, имеющий день, который чаще всего не имеет образования, не больше, как говорится, двух классов образования, научились только считать, и то очень плохо. Они считают, что они понимают лучше, что важно, что не важно, но это не только из-за того, что безграмотность, просто паразиты социальные, которые контролируют систему, они тоже не допускают, чтобы развитие науки шло в определенном направлении. Вспомните даже прошлое, когда генетика и кибернетика объявляются лженауками, да? Но сейчас, оказывается, лженаука сейчас находится в каждом почти доме, сейчас компьютер, оказывается, интернета, лженаука, их не существует, понимаете? Вы думаете, они реальные, да? Это в ваших головах, потому что это лженаука, это было учеными, было определено, что это не может быть, потому что не может быть никогда, все это лжа, даже с генетикой. А почему это объявляли? Прекрасно понятно, понятно почему. Потому что развитие этих дисциплин именно привело к тому, что позволит доказать. Помните, мы говорили, что когда с помощью генетики исследовали генетику, допустим, русского народа, то обнаружили, что среди русского народа примеси только полпроцента. А когда изучали, не помню, уже говорили, казанских или астраханских татар, то там примеси тюркские только 2%, 90% финно-угорские племена. То есть, понимаете, все, что этим бедным татарам навязали, ложь, чтобы разделить единый народ. В принципе, финно-угоры, это уже славяно-арийские племена, которые входили в это содружество. Это не враги, это всегда были в одном целом, это были братья. И посмотрите, что творится сейчас в Татарстане. Слышали, да? Полностью ложь и людям прозомбированным уже дурью этой самой навязывают совершенно ложное мировоззрение, которое ничем не обоснованно ложь полнейшая. А вот генетика, к примеру, позволяет все это разоблачать. Правда, об этом средстве массовой рации почему-то ничего не было сообщено. Правильно? Вам, наверное, не секрет, почему не было сообщено. Думаю, нужно объяснить. Поэтому в нашем варианте задача к тому, что вернуться опять, интернет. Это единственное средство массовой информации, которое сейчас неконтролируемое. Помните, 4 февраля на встрече, которая у нас была, я обратился к просьбе, чтобы те, кто действительно хочет работать с интернетом, чтобы должна быть сформирована интернет-группа. И что мы видим? Где интернет-группа? Тишина. Помните, как это краморо? Тишина и мертвые с косами стоят, да? Так вот, это не годится, потому что интернет-оружие это наиболее мощное оружие, которое сейчас в нашем в наших руках может быть. Поэтому у меня просьба действительно тех, кто имеет интерес и желание работать в интернете, все-таки через своих координаторов, опять второй раз по второму кругу, сделать соответствующее заявление, кто хочет, кто не хочет, не нужно, естественно. Но, опять-таки, это становится отдельной интернет-группой. значит, нужно будет, действительно, это отдельная группа, так же, как и все остальные группы. Да, группа может потерять несколько человек, каждого там, одного или двух человек может потерять, выделив интернет-группу, но это необходимость, потому что совмещать и то, и другое, и пятое, и десятое невозможно. поэтому, нравится, не нравится, если мы хотим делать, нужно дело-дело. Поэтому, те, кто действительно изъявит желание работать в интернет-группе, нужно будет заявить, и, знаете, сколько времени дать сейчас? Неделю, две, два года? Две недели, да? Так, хорошо, я услышал срок, две недели, отлично, но через две недели, но извините, потом я уже буду не так мягко с вами разговаривать, кто сказал две недели, но я думаю, две недели разумный срок, действительно, это шутка шутками, но, опять-таки, мы не можем тянуть, допустим, координатор интернет-группы, единственная, которая не выбирается, это почему? Потому что он уже работает давно, Дмитрий Байдер, я понимаю, что он может быть немножко рисковат, но, он, как говорится, не бузит по-пустому, так? Это правда, насчет рисковатости, я с кем, у кого она присутствует, не только с ним, обсуждаю и воспитываю в своем моменте, но, понимаете, опять-таки, если кто-то работает с интернетом, интернет – это язык программирования, там есть определенные, как говорится, правила, там нельзя, вот сюда хочу, сюда не хочу, там должно быть четко, по пунктикам, поэтому, когда он расписывает, как нужно действовать по интернету, ступенька по ступеньку, не потому, что он хочет контролировать все, вся, а потому, что это единственный правильный вариант, потому, что он не занимается этим ни один день и ни один год даже, и весьма неплохо, у него же колоссальный опыт, который большинства использующих здесь отсутствует, и опыт на пустом месте не появляется, поэтому, нужно, понимаете, нужно видеть следующее, у каждого из нас есть свои достоинства, свои недостатки, но, нужно видеть главное, что основное, если эти недостатки вредят, в любом случае, с недостатком нужно бороться, но, у него, в частности, у Байда, есть важное четкое дело, он действительно делает очень много, вот они вдвоем с женой проводят колоссальную работу, каждый день, с утра по очереди до ночи, они сидят, как прикованные и добровольно, то есть, их никто не заставлял, понимаете, когда человек делает потребность души, это хуже рабства, скажем так, потому что, когда человек работает, когда его заставляют делать, у него есть от сель до сель, вот он отпахал, так сказать, и все, плевать на все, да, а вот когда человек кладывает вот душу, ему не плевать, он будет делать столько, сколько нужно, пока не будет сделано дело, так вот, он именно из тех людей, которые действительно полностью посвящены и посвящены себя и не работают на полную катушку, он требовательный, это очень, между прочим, хорошо, то, что расхолаживаться нам нельзя, потому что пока человек не выработал себе вот именно внутренний механизм действия, он всегда найдет тысячу причин, почему вы не сделаете, правильно? Каждый из нас это знает, не нужно объяснять, правильно? А чего, сейчас не хочется, то и тому подобное, ну и вот это, и вот это, и сейчас вообще и погода хорошая, и фильм хороший, и так далее, миллион причин можно найти, но, понимаете, в чем дело, если мы действительно взялись за дело, действительно, мы чем-то должны жертвовать, сознательно, почему? Потому что для дела мы должны посвятить себе целиком, хотя бы часть себя, и если мы это не сделаем, то мы ничего с вами не сдвинем, просто это побузим, побузим, все это затухнет, и ничего не будет, нам это нужно с вами? Нет, потому что для меня, по крайней мере, это же стало смыслом моей жизни, в принципе, не в словах, а на деле, потому что 20 лет все-таки уже больше я этому посвятил, наверное, это уже немало подтверждает, что это не слова пустые, так, и то, что, по крайней мере, до сих пор я не свернулся с того, что пошел, тоже подтверждает это, хотя ситуация была очень много критических, и некоторые могут сказать, что вот, да, хорошо вам рассуждать, вот, у вас, типа, защиты там, убийц блокируете и тому подобное, но, скажем так, когда еще первый раз я отказывался от работы на спецслужбы, когда мне, представители группы, приходили и, ну, не приходили, так сказать, человека прослали и так на улице побеседовали со мной, ну, читали, не нужно повторять, когда я сказал нет, я прекрасно понимал, что, когда говорю я нет, это насильно, что подписываю сам себе смертный приговор, и тогда у меня, к примеру, не было уверенности, что мои защиты и так далее будут работать, потому что они еще только создавались, тогда я еще не был уверен, что я предполагал, что вот, если я вот сделаю вот это, вот это, вот это, это должно бы работать, но, знаете, одно дело предполагать, а другое дело располагать на несколько разные вещи, и, так сказать, и поэтому, так сказать, когда пошли события, определенные, после этого тоже я уже писал, то в каждой ситуации, это реальные ситуации были, так сказать, от моих действий, малейшая ошибка в моих действиях, и ничего, закончилось бы плачевно, поэтому, да, сейчас я уже создал систему, которая уже на опыте таком, которая позволяет, защищать весьма эффективно во многих аспектах, и это действенно показало, но, тем не менее, в те моменты, до тех пор, пока каждая новая вещь применяется, вот тот, тот читал, последние главы мои, там, где я описывал, когда иголки использовали, вот когда применили иголку, которая не является ядом, то есть, моя защита, защита, это не слепая вещь, когда мы, о, поставил защиту, она сама себе все определит и решит, это полная глупость, защита, это созданная мной программа, которая разбирает конкретную ситуацию, и только, когда я ее знаю, тогда она нейтрализует, вот там несколько секунд, мне нужно было, чтобы проанализировать, найти различия, и определить, что, вот здесь там, это не яд прямой, а косвенный, то есть, он попадая в организм, вызывает создание в организме ядов, самим организмом, который уже начинает убивать, вот, на это было несколько секунд времени, удалось найти эти несколько секунд, успеть, вот, понимаете, так что, не думайте, что, типа, мне легко говорить, потому что я, типа, защищен, а вы все нет, ну, во-первых, вы давно уже тоже под полковой, как я шучу, под колпаком у Миллера, защита тоже действует на вас, и даже вот многие, несколько случаев, наверное, слышали, да, когда люди, вот так, вступившие в движение, допустим, в аварии попадали, несколько случаев, поскольку, в таких случаев, даже не формируют, три, четыре, да, четыре уже, да, когда даже один человек, в движении сидящий в машине, машина полностью в дребезге, а внутри сидящий даже нет царапины, у чая и собаку, помните, трое в лодке, четверо включая собаку, да, так вот, и собаку, хотя при лобовых столкновениях, другая машина гибнет, гибнут люди, а в той машине даже царапин нет, тоже действует, конечно, не все можно учесть, в таких ситуациях, говорится, разные варианты, но тем не менее, поэтому, я говорю не потому, что, типа, вот сейчас мне легко говорить, потому что так далее, оно само по себе, ничего не возникло, все это, каждый новый тип защиты, возникает, знаете, как возникает новый тип защиты у меня, вот, когда применяется что-то новенькое, потому что, я, я не уничтожитель, не разрушитель, хотя я и воин, я воюю, так сказать, а не сисюкаю, так, но, так сказать, я не настроен на уничтожение, это не мое заявление, мне придумать что-то, кабукову пакость, чтобы его уничтожить, мне очень сложно, в моей мозге в этом плане не работает, и вот, когда что-то новенькое применяют, что додумались мои враги, и оно начинает действовать, реально действовать, то есть на уничтожение, вот у меня есть, порой, несколько секунд, чтобы найти вариант, как это нейтрализовать, и как, когда это нейтрализуется, значит, ага, если они применили вот это, значит, может быть, такой вариант, уж тут я включаю свой вариант, понимаете, и уже максимальное количество вариантов, возможных, обрабатываю, и создаю программу, которая вкладывается в основную защиту, и вот уже с учетом этого, уже начинает, моя защита действует уже, охватывая больший спектр нейтрализации, но опять-таки, для этого сначала я должен выжить, и для этого мозги пока шевелятся, значит, успеваю это сделать, решаю, пока успевал, так что моя защита, каждый новый вариант защиты, возникает только тогда, когда я выживаю в ситуации очередной атаки. Одна из предпоследних, я еще не писал, об этом буду писать, попыток уничтожения, знаете, какая была, любопытная, когда, ну, у меня была защита, допустим, на то, чтобы, так сказать, опасно, и так далее, и так далее, реагировать на опасность. И я помню, поздним вечером уже, я уже, в принципе, готов был, включил телевизор, работал телевизор, и моя защита сработала, сигнал пошел. Я выключил звук телевизора, слушаю, все тихо. В чем дело? Встал, спальни спустился, прошел все по дому, который я там ориентовал, все в порядке, и пошел дальше спать, и через несколько часов проснулся от запаха газа. Ну, вы знаете, человек, в принципе, не должен проснуться, да? Ну, я проснулся. Прошел, и вновь, что они сделали? Вот, когда моя защита сработала, человек через заднюю дверь вскочил и чуть-чуть повернул, только лишь чуть-чуть, газ открыл, чуть-чуть, чтобы не было, хотя я проверял, ну, чуть отклонение, там сразу не заметить, хотя я выключал точно 100%, вот чуть отклонил, и тут же ушел, вот у меня сработало, исчезло, то есть прямой опасности на жизнь не было, правильно? То есть никто напрямую не пытался меня убить, косвенно, и моя защита сработала, я прошел, посмотрел, включил свет, и смотрю, все вроде выключено, так далее, а вот малейшее отклонение, расстроил, что-то маленький человеческий газ, который пошел, оно не опасно, но пока спишь, он накручивается, накручивается, накапливается, накапливается, и рассчитывали. Ну, когда такое прошло, я проработал этот вариант, и многие другие варианты. В Америке-то мне часто привозили воду с цианистым калием, с другими ядами, в России тоже попробовали, ну, попил, видите, хороший, цианистый был, да? Да, здесь шутки шутки, но тем не менее, видно, они не верили в то, знаете, что такое возможно, это возможно. Поэтому, в любом случае, когда я говорю, что есть защита и так далее, опять-таки, это не то, что что-то есть готовое, лежит, так сказать, или кто-то мне ее подарил, поставил на меня, или тому подобное, или я что-то сам просто взял, создал и все. Оно наобум создаться невозможно. Поверьте, такие вещи нельзя создать, вот просто так взять и создать, примитивные вещи, так типа, чтобы машина не слазь, так сказать, она не попала в тебя, это элементарные вещи. Но это, так сказать, способы уже давным-давно не используются. Поэтому, так что, когда я говорю о том, что это не потому, что, вот типа, я такой хороший защищенный, а вы не защищенные, это так, конечно, что я это прошел, но это не было просто так, это не было подарок, не было, тогда это, каждый раз эта защита создавалась после того, как я выживал из одной ситуации, из одной в другой. Так что, такие были десятки, если не сотни раз. Поэтому, так сказать, я знаю, это не теоретически, а практически весьма хорошо. И когда, действительно, когда я создаю защиту, я защиту стою, в случае этого многих факторов, и вот эти многие брелки, которые носят, да, уже часть такой защиты носят. Конечно, мощность брелка, это не такая мощность, как я сам, понимаете, да, камень не может выдержать всю нагрузку, но тем не менее, в большинстве случаев, той защиты, которую вы получаете с этим брелком, подавляющего случая, случая в жизни достаточно. Как факты показали, действительно так. Вот, так что, такие дела. Значит, чтобы вас долго не мучить своей болтовнёй, сейчас уже вижу, записки появились, так, значит, самая главная задача, дисциплина должна быть в группах, жёсткая, не то, что шаг вправо, шаг влево, расстрел, но, если опять-таки, не будет дисциплины, то есть, жизнь реальна, у каждого из нас реальные события, реальная жизнь протекает, нельзя подогнать заранее, что будет завтра, к примеру, да, но для этого существует язык, тем более, сейчас телефон есть почти у каждого, так, если кто-то взял на себя какое-то обязательство добровольное, к тому же, и не можете его выполнить, телефон, позвоните, объясните, и будет помощь, скажет, хорошо, но, если вы не звоните, и не сообщаете, это означает, что всё идёт хорошо, значит, всё в порядке, и уже, получается, провал, потому что должно делаться, в определённом, целостно, вот если здесь каждый из нас будет делать то, что он взял, и будет выполнять это всё, оно возникает целостность, а если кто-то даже по объективным причинам не сделал, и не сообщил об этом, получается, в этом мире, в одном месте провал, тут провал, тут провал, тут провал, и идёт, что пробуксовка, которая, думаю, в нашем деле недопустима, так что, значит, задача дисциплины и переосмысления того, что мы с вами говорили, каждый из нас должен это всё пропустить через себя, потому что без этого навряд ли что-то у нас будет толкового, потому что нравится, не нравится дисциплина, только наша дисциплина отличаться должна от любой палочной дисциплины на осознание, вот сознательная дисциплина и просто палочная дисциплина, две разные категории, то, что мы с вами должны создать, и то, за что я буду бороться и добиваться, это дисциплина сознательная, когда каждый из нас будет делать то, что нужно и действительно осознанно, и правильно, и вовремя, и так далее, потому что мы должны действовать, потому что времени на раскачку у нас особого нет, вот так, так что, теперь давайте займёмся записками, можно будет больше их поднять, так, но здесь спрашивают, нужно ли изучать английский язык детям, ну, во-первых, я думаю, языков нужно изучать не только английский, по мере возможностей нужно изучать как можно больше языков, потому что без знания других языков мы слепы тоже, понимаете, потому что, к сожалению, вы знаете, потому что так получилось, что я неплохо знаю английский язык, ну, понимаете, почему, да, правильно знаю язык, и когда вот даже, иногда смотришь фильм, где перевод идёт с английского на русский, и когда я видел фильм, допустим, на английском варианте, и перевод этот, ну, извините, убогий перевод, честное слово, очень далеко от того, что на самом деле, то есть теряется очень многое, поэтому, если мы будем знать язык, и чем больше языков будет человек знать, тем лучше, почему английский, потому что большинство людей, так навязанно было, как раз возникла ситуация, вместо русского языка навязали английский язык, понимаете, вместо живого языка навязали мёртвый, как вы поняли из сказа, русский язык был, ну, прорусский, ну, в принципе, мало чем отличается, добавились новые слова, только и всего, вот, старого языка, был не только язык общения на земле, да, у белой расы в целом, но это было языком общения во всем содружестве светлой цивилизации, то есть, как вы понимаете, из факта сказа, там, Настяка на всех планетах понимала никакой язык, там, где люди жили, правильно, а почему это, о чем это говорит, о том, что для тех людей этот язык был тоже языком общего общения, но это и понятно, потому что колония земли возникла, как колония именно содружества светлой цивилизации, которые на землю свезли вот колонистов, и мы их потомки, эти колонисты, естественно, если у них было общее мировоззрение, и общий язык общения тоже был, и богатство русского языка действительно огромное, я не могу сказать за всех язык, за все языки, но думаю, русский язык действительно был наиболее, а может и есть единственный в мире языков, который имеет такое богатство образности и так далее, по крайней мере, английский язык близко не стоял, и к тому же, английский язык, все равно он получается мертвый, он вторичный, не первичный, так же большинство других языков белой расы, они уже возникли вторично, в результате смешения с языками других рас, когда накладывались слова с других рас, и так далее, и многие языки, вот именно такое резкое разделение по языковому возникло в средние века, именно когда черная чума прошлась по Европе, помните, да, 13-14 века, кажется, не точно не помню, но где-то в это время, вот когда люди действительно, почти вся Европа вымерла, и выжившие, в принципе, боялись любого иностранца, почему, потому что боялись, что очередной любой чужой человек может принести очередную гадость, просто убивали любого, пришедшего извне, понимаете, да, и вот когда действительно, вот я вот читал в одной книге интересную мысль, что почему возникло такое разнообразие языков, резкое отличие от пра-языка, то есть от русского языка, помните, мы еще на втором соборе, кто был, там заставка была, где на уровне подсознания все люди белой расы реагируют на слово собака, пес, да, ну собака, пес, то есть только на русское слово у всех независимых национальностей одна реакция мозга, о чем это говорит, значит, русский язык был пра-языком для всех людей белой расы, и не только потом стал, понимаете, так вот, что получилось, когда вот была вот черная чума в Европе среднего века, через Генуэй началась, когда мы завезли, помните, да, на кораблях, через крыс, так вот, люди, которые потеряли все зубы, к примеру, да, там же еще и цинка была, сопутствовала этим всем, и, допустим, выжившие люди, допустим, у которых не было зубов своих, но дети уже родились здоровыми, у них были зубы, и все остальное, понимаете, естественно, они говорили, ну представьте, вы выбите хотя бы один зуб и произните хотя бы одно слово правильно, шпелявить начнет, да, шпеть и так далее, и вот когда о детях слышишь, что говорят родители, понимаете, да, и повторяли за ними, а из-за того, что не было ни радио, ни телевидения, ничего другого, это был единственный источник обучения языку, в результате возникло множество разных наречий, языков, которые резко отличались от право языка, которым все говорили, это версия, которую я читал, я думаю, одна из основных, потому что, когда действительно люди не пускали никого, любого чужеземца, чужестранца, извините, приходящего убивали, чтобы, не дай бог, заразу не принес, вот и такой изоляции в течение более чем ста лет, несколько поколений прошло, то люди уже знали только вот локальные диалекты, которые возникли в результате такого обособления, искусственного обособления людей друг от друга, а, допустим, чтобы вы знали, если интересно, кого-то в Китае, вы думаете, там у них один язык? Нет. Знаете, сколько там языков? Более 140 языков. И знаете, как китайцы общаются с друг другом? Пишут, потому что у них геройфы везде изучают, геройфы это образ, и вот как они общаются с друг другом, один напишет бумажку, покажет другому, тот ничего не говорит, берет, пишет обратно, покажет ему, потому что если они будут говорить словесно, они друг друга не поймут. Так что Китай далеко не однородная страна, как многие представляют, кто не знает, но в любом случае языки изучать нужно без нескольких сомнений, потому что пока английский язык особенно, но опять-таки изучение не так, как в школе, потому что в школе язык изучают неправильно, убого, но это особый разговор, но думаю, все равно нужно изучать, потому что не хочу, потому что еще много других записок. Следующая записка. Ну, есть, спрашивают, там, кусками на сайте есть фотографии гигантских людей. Ну, где и как там нанесены, там нашли, их там написано, написано, это Байда подобрал, там даже ссылка есть. Их находили не только на земле, и в Индии, и в других местах, и под водой находили возле пирамид, и так далее. Это просто, ведь во Вселенной цивилизаций много, и рост, они тоже разные были. То, что гиганты, тоже были, просто это не были, они не были, так сказать, постоянными жителями земли, просто прилетали некоторыми. Я вопрос не разбирал в детали, потому что они самые главные. Но это реальные вещи, реальные события. Потому что во Вселенной множество разных цивилизаций, гуманойных даже, не говорят, что существуют не гуманойные цивилизации, и рост среди них разных. К тому же в музеях, в музеях, допустим, даже во Франции есть скелеты, вот о урах, помните, мы говорили о урах когда-то, да? И вот там скелет, допустим, обычного человека средневеков, ну, если говорить современным языком, 10-15 век, так вот, они были не больше метра 50, метра 60. И среди них были люди выше двух метров роста. То есть по отношению к другим они были гиганты, так? Вот это, и вспомните даже во всех легендах, всегда, так сказать, герои, всегда огромные, да, и так далее. Это уры или потомки уров, которые были, так сказать, они постепенно, потому что их было немного всегда, смешение происходило, и постепенно, так сказать, рост не вернулся. Плюс, в результате этого другие люди стали подрастать выше, а уры стали меньше. выравния сообразно прошло. Но, тем не менее, это реальные события были, так сказать, они, так сказать, реальные, это не фальшивка. А вопрос, откуда и что, я, в принципе, не выяснил, поэтому не буду говорить наобу, я не люблю так делать. Ну, в принципе, пока для меня лично я не видел особой необходимости изучать, а почему, зачем, детали, откуда они пришли, это не столь важно. Но это реально. Так что, там должна быть ссылка, откуда взято, на сайте, потому что, кунсткамер, куда правильно помещает, там все, есть ссылка, откуда взяты первоисточники, откуда они пришли. Так что, посмотреть там будет. Спрашивают насчет публикации, по поводу, что происходит с растениями. Ну, во-первых, поймите следующее, что, когда то, что происходит, это же не публичный ботанический сад, где, так сказать, кто хочет, может приходить и смотреть это. Понимаете, да? О том, что там происходит, мало кто знает, и мы не должны афишировать. А наблюдение там идет, действительно, весьма крупный ученый, я писал об этом в статьях, которые, одни из, весьма известных крупных ученых ботаников в европейских, он все это наблюдает. Публикация, он собирается писать об этом, естественно, он даже не знает, для чисто эксперимента, он даже не знает о наличии генератора, который он стоит, потому что, тогда это уже будет, во-первых, сложно будет понять, может быть, сразу, но и чисто эксперимент продумевает, чтобы человек не знал об этом еще лучше. поэтому, печати пока-то не было, печати только было то, что на сайте выставлял, потому что, в любом случае, поймите следующее, как можно что-то написать что-то, если они даже не бремятся, не понимают, что это такое. Поэтому, кроме меня, правильно описать это навряд ли кто сможет. Поэтому, даже перепечатывать, если кто-то может, конспект, опять человек составляет, как он понимает, а это понимание может быть далеко-далеко от истинного. Поэтому, единственный источник достоверный, это пока то, что выставляется на сайте. Ну, здесь спрашивают насчет иерархии, и кто там стоит выше всех, неважно, как он называется, и кто-то один, и так далее. Ну, во-первых, иерархия истинная есть во Вселенной. Ну, во-первых, понимаете, понятие Вселенной, то, я не знаю, что понимал человек, девушка, написавшая письмо, что понимает под Вселенной, потому что обычно то, что мы выходим или смотрим в ночное небо, телескоп, или просто глазами, и видим, это все, это меньше, чем мы дождаем песчинка на берегу океана, того, что есть на самом деле Вселенная. потому что, если кто-то читал, ну, в принципе, делал-то описывание пространства, пространства, частью, чтобы имели представление, что, допустим, вы помните, там, супервисанство первого порядка, вот такие, там, бублики такие, перед этим я показывал элементы одного бублика, и вот там, показывают, такой формы, как говорится, эллипс, и в нем такие дуги идут, да, так вот, в этом эллипсе, в этом бублике, вот, дискретно располагается, допустим, несколько таких разноцветных линий, каждая линия, она имеет разный цвет, почему я применял, потому что это разная вселенная, имеющая разное количество первичной материи, ее образующих, так вот, представьте, что вот, одна из этих линий, это наша вселенная, вот в этом бублике, а посмотрите, сколько в этом первом пространстве таких бубликов, помните, да, а теперь, представьте, шестилучевик, помните, да, так вот, шестилучевик, в принципе, он, называемый матричным пространством, условно названным так, он как бы, вот, атом, один атом, и вот такие атомы, разбросанные, например, на расстоянии между собой, создают такую ячеистую структуру наподобие сот, вот это есть только одно матричное пространство, вот это матричное, одно матричное пространство, это только один маленький слой, которых триллионы, которые создают еще другую систему, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, это только пространство, построенное на, по схеме, тоже действенно нашей, понимаете, вот эта структура, вот эта вот, а существующие пространства, коэффициент мерности, другой, чуть от другой, уже отличается, и представьте, если, вот, если почитать, что мерность меняется непрерывно, да, а коэффициент конкретный, вот почитаем, малейшее изменение, существует другая форма материи, наши ученые признали, что существует темная материя, которая составляет 90% материи и Вселенной, но это не только говорят о том, что они, как бы, заметили, а ведь это движение, ну, звезд, галактик в нашей Вселенной, которые они видят, это только лишь проявление тех пространств, которые образованы по нашему пути, с этим же коэффициентом мерности, а другие коэффициенты вообще никак не проявляются, то есть, если на самом деле материя не 10% известная ученым современным, а меньше 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1%, если быть точнее, это же несколько нулей перед единичкой, то есть, почти ничего неизвестно. И Вселенная, она колоссальная, а организация по-разному, иерархическая. Есть иерархия, допустим, вот тот бублик, который образует нашу, который входит в наши Вселенные, в этом бублике соединяется несколько, порядка 300 Вселенных, наш бублик, скажем так, и в нем есть центр, который называется Совет 100, это когда 100 союзов цивилизации, и по одному представителю каждого союза входит высший иерархический совет, так называем так, не советский совет, понимаете, где от каждого соединения, там есть цивилизации, где, допустим, две-три Вселенные объединяются, создает один союз такой, есть цивилизации, где союзы, где, допустим, одна Вселенная включена, ну, короче, получилось так, что всего 100 союзов существует, и вот по одному представителю каждого союза, которого по несколько Вселенных включается, создает союз, именно Совет 100, который координирует действие иерархической системы от 300 Вселенных. Вот в данном случае, там решение на этом уровне происходит на уровне Координационного Совета и 100 иерархов. Там нет никого, кто, так сказать, главный и так далее, но есть и высшая система, это только начало, где во главе стоит один иерарх. По-разному существует. Поэтому долго рассказывать, потому что, понимаете, по крайней мере, могу сказать следующее, я пока до конца, до края земли не дошел, скажем так. Поэтому говорить, что я дошел до последней точки и дальше ничего не знаю, ничего не существует, опять-таки, в принципе, могу сказать с уверенностью, что когда говорится, что ничего не существует, потому что дальше ничего нет, возникает только тогда человек останавливается в своем развитии. потому что когда если пройти даже все те пространства, которые образованы по нашему типу, подходы даже, это не значит, что это вся Вселенная. Просто нужно поменять немножко мысление, и тогда можно найти еще кое-что, а потом еще кое-что, а потом еще кое-что, и находится, о, вот, сколько. Кока. Поэтому пока человек в состоянии соображать, и, конечно, соображание это дело важное, но пока мы можем думать, мыслить и реализовать свои мысли, а для того, чтобы реализовать свои мысли, нужно выйти на уровень творения, понимаете, да, то до тех пор мы будем двигаться вперед, и никогда конца края нет. Поэтому ограниченность возникает из-за ограниченности. Это сложно пока понять, но это как в свое время, как я уже писал об этом в автопиографии, когда первый раз, когда вот я автопиографию записал, когда вот я уже много вещей делал, работал за пределами земли, скажем так, пускай звучит для некоторых стран, но тем не менее, и думал, ага, интересно, кто-то что-то не помню, кто-то упомянул о развитии по так сказать йоговской системе, что-то у них нирвана и тому подобное, это вот так интересно, а у меня сколько же мне тела есть, если там высшее развитие семь тел, ну, может, у меня три штучки уже, наверное, есть, если, скажу, в космос лазить, да, начинаю считать раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, семнадцать, знаете, я вроде не пил, как говорят, не пил никогда, в глазах не двоится, не троится, опять пересчитываю, опять все получается, не только я считаю, понимаете, просто понимаете, как вот нам, мы не должны мыслить шаблонно, потому что нам навязали, что вот духовность востока пришла, да, ну, вы знаете, что это ложь, тогда у меня не было всего понимания, которое есть сейчас, но тем не менее, и вот как мы, ага, если они сказали, что всем, больше быть не может, ну, я разбирал в статье в медитациях медитации, вы читали, кто читал, там помните, да, неправильно, просто, понимаете, когда мы зацикливаем, заблокируем в своем сознании что-то шаблонами, то эти шаблоны нас же и гробят, потому что не значит, что нужно ни во что не воспринимать, тогда нужно всегда объективно относиться к обратной связи, но, понимаете, если вот как нам навязывают, навязывают активно, что-то должно быть именно так, не по-другому, так, извините, тел существуют триллионы, сексиллионы, я не знаю, считаю, давно не считал, это не связано с тем, что, как говорится, вот в индусах, они даже не понимают, что к чему, просто, новое тело создается, и когда вы сталкиваетесь с новым качеством, вы не можете с ним из-за своего действия, пока вы не имеете даже действие с этим качеством, это понятно, да, то есть для того, чтобы работать другой вселенной, к примеру, которая имеет природу совершенно другого, для того, чтобы работать, нужно создать качество, то есть я создаю новое тело, которое сливается с тем, что у меня есть, становится частью меня, и тогда я смогу, могу работать в том новом качестве, которое есть, без создания нового качества ничего, взаимодействия просто невозможно, поэтому такие вот орехи, так что, следующего просто, я опять увлекаюсь. Мироточевая икона, понятно теперь, не сразу, не почерк, почему мироточие иконы, поймите следующее, что это реальные вещи, но они никаким образом не связаны с религией, и так далее, просто религии очень мощно используют некоторые вещи, просто если художник, когда писал образ определенный, вкладывает в свою душу свою, вот краски, они, они как жидкий кристалл впитывают энергетику, того, кто душу вкладывает, пишет, вот она получается образ живой, или образ мертвый получается, вот если человек вкладывает в эту душу, вот она энергетикой вписывается, плюс, когда люди начинают молиться, то есть, что такое молитва, они просто посылают свою энергетику, и если они направлено долбят, то эта икона начинает накапливать в себя потенциал молящихся, и в определенный момент потенциал становится критический, и возникает условие синтеза определенных веществ, то есть, качественного изменения, и получается, икона начинает синтезировать вещество, вот этот миротечение начинает, как говорится, миротечение идти, ничего, никакого отношения это к иконам не имеет, это такое имеет отношение к тому, что в результате того, что множество людей, потому что краски, это жидкий кристалл, и часть икона пишут на дереве, на доске, она тоже, так сказать, имеет биологическую природу, она все накапливает, и возникает критическое условие для формирования, условие для синтеза жидкости, которая начинает появляться, вот и все, а священники, естественно, это весьма эффективно используют для своих целей, но, так сказать, это можно сделать на любом месте, с любым объектом, то есть никакого божественного и так далее, про или нет, как всегда, это просто невежество людей, которые просто обманывают нагло. Следующее. Следующее. Здесь вопрос подробнее о работе с интернетом. Ну, для того, чтобы о работе по интернету, лучше всего объясню не я, а именно Дмитрий Байда, потому что в данном случае я здесь, извините, паразитирую, что я делаю. Я просто материал написал книгу, я Байда сбрасываю и он, так сказать, начинает работать, подготавливать ее выкладки на интернет. Правда, мне пришлось несколько лет, в принципе, я его знаю, сделать так, чтобы действительно он понимал, вот то, что мы с вами делаем, я с ним уже сделал больше трех лет, с 2003 года, какого ты лет, уже шесть лет, шесть лет я с 2003 года начал заниматься с ним пониманием, потому что сначала у него было такое понимание, у него был разброс, большой и так далее, и много заблуждений было, от которых он избавился, но опять-таки мне пришлось поработать, чтобы действительно человека ушло искаженное понимание, чтобы он понимал правильно, не потому что я ему навязал, а вот задача, опять-таки, не навязывать, не сказать, заткнись, ты дурак, а именно помочь человеку разобраться. Вот когда человек разбирается, когда человек начинает действительно понимать сам, не просто сказали заткнись и слушай, а когда он поймет и это пройдет через него, тогда человек начинает действовать осознанно и добровольно, и уже его ничем не запугаешься. Я знаю, я даже тоже пытаюсь купить друзья-товарищи, вы понимаете, почему, да? Он их тоже послал подальше. Поэтому, что касается интернета, я интернетом владею только как пользователь, я программы не писал никогда, изучить-то можно, но зачем, если это что-то уже делать весьма хорошо. Поэтому, что касается, как и что по интернету, вы можете связаться с ним, и он вам все детально объяснит, и, так сказать, думаю, все будет понятно. Так что, в этом плане, думаю, лучше всего связаться с ним. Следующий вопрос. Здесь спрашивают, что сын был сон, видел сон, где он был в моей ментальной школе. И, так сказать, правда или нет? Дело в том, что это, один раз это, может быть, случайно человек просто пробился. Если это происходит регулярно, и это не сон, а когда ребенок помнит полностью, все, тогда это может быть правильно. Но нужно быть очень осторожным, потому что очень часто могут подсовывать, когда кто-то очень хочет чего-то, ему, вы знаете, сколько мне приходилось слышать из забавных вариантов, когда мне говорят, а вот вы с нами общались, вы приходили ко мне и говорили то-то, 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 и, знаете, а я вообще-то не знаю об этом. И мне, знаете, а мне говорят, лучше знать. И не один раз было. А мне лучше знать, вы ко мне приходили, говорили со мной или нет. Вы знаете, я, например, знаю, что я не приходил. Нет, вы приходили. Понимаете, это очень часто ловит людей, им подсовывают. То есть человек, как это работает? Враги очень тонко работают. Вот человек доверяет кому-то, так? И у человека этот образ есть. И сканирует. Ага, о, поймали. Раз. Сейчас появляются в этом виде и начинают вещать. И особенно вещать такую вещь, что близко не стояло, что на самом деле. Я говорю, ну хорошо, вы говорите, что вы утверждаете, что я с вами... Ну вот почитайте в моих книгах, что я пишу, к примеру. И то, что говорили вам. Они же близко не стоят. Как это может быть? Я не могу говорить одно так, все равно не слушать. Нет, вы приходили. Поэтому здесь очень важно, чтобы это было не обман. То есть человек должен быть очень осторожным в этом плане, потому что очень легко обмануть, то есть поймать ловушку и так далее, и так далее. Доходят до иногда тоже абсурда, когда люди, допустим, когда слышали некоторые вещи, которые я сказал, допустим, я об этих вещах не говорил, потом буду говорить. И вот потом говорят, вот мы были там, где вы говорили, и начнут описывать. Знаете, типа, по своим собственным представлениям, не понимая, что то, о чем говорят, они близко к тому не имеют, о чем они говорят. И опять начинают говорить. Извините, у вас нет, это вы не знаете, мы что делаете. Понимаете? Вот это очень опасно, потому что очень многие люди могут попасть в такие ловушки. Но если ваш ребенок, это попадает постоянно, и он будет четко знать, что это не сон, потому что когда сущность выходит полностью, то это выход полный сознанием. Но если, может быть, попал случайно, один раз может прорубиться и так далее, если уж колит, это будет постоянно, регулярно, и каждый день он будет это помнить. Вот и все. Не только для того, кто написал записку, но и всем остальным. Следующий вопрос. Вот здесь не все разобрал. Одни вопросы разобрал. спрашивают насчет генерала Петрова. Типа, он жертвовал за гору врагов или он скончался сам по себе? Ну, не знаю. Насчет за гору врагов, но вряд ли. Но вы, наверное, помните, я сообщал на одной встрече, что каждый, кто будет лгать, в частности, то, что на роду меня, и не только меня, всего, что делается, будет наказан. Если говорить правду, ничего не будет. Если ложь, будет наказание. Автоматическое. Самонаказание. Судите сами. Следующий вопрос. Он там говорил лжи, а я сказал, что за правду никто не накажется. Но если кто-то лжет, он будет наказан. Я в автобиографии описывал один вариант, такого же варианта. Помните, да? Связанное с лечением здоровья, так сказать, карася trucks, у меня ничего не было, у меня ничего не убирали. Я говорю, ну, извините, вы же пришли с медицинским заключением. Я же вам ничего не говорил. Это же у вас было. Вы пришли ко мне с заключением врачей, которые говорят то-то, то-то, то-то. Я же писал. Нет, мне сказали, что у вас… Я же убрал же. Помните, да? Но я сказал, если бы ничего не было у вас, и у вас ничего не убирал, значит у вас ничего не будет. А если у вас что-то было, я убрал, у вас то, что было, вернется. Ну, помните, что случилось, да? Так и здесь. На одной встрече, когда был вопрос такой, я поднимал, что все, кто лжет, тлевещет, будут наказаны. Если они уверены, что они говорят правду, им бояться нечего. А если за каждое слово лжи, они будут наказаны. Вот и все. Следующий вопрос. Ну, здесь спрашивают обмен между группами. Должна быть взаимосвязь. Ну, в принципе, рассылают друг другу, изменить отчеты и так далее, в проекторной почте. Вы знаете, это неплохая идея, только единственное, что, понимаете, отчеты... Ну, скажите, кто любит читать отчеты? Поднимите руки. Вот, раз, два, три. Ну, вот, пожалуйста, посылайте отчеты людям, которые любят читать отчеты. Я, если честно, терпеть не могу отчеты. Да, нужно писать их. А вот насчет общения между группами, я думаю, что это нужно делать. Я думаю, знаете, что нужно придумать? Вот мы пока с вами собираемся, типа вот таких нотаций, которые я сейчас читаю. А, может быть, стоит собираться, уже несколько было. Вот Вартанов организовал группу выезд, там, когда все на природу выезжают, и так далее, и так далее. Вот такие вещи, я думаю, нужно делать, действительно, как можно чаще. Что, мне кажется, действительно, не отчеты нужно посылать, а должно быть общение в движении, так? Допустим, думаю, что секретариат, что задача еще? Нужно будет день рождения всех участников движения ввести в компьютер и специально, чтобы выскакивало. И, во-первых, поздравлять от движения, каждого члена движения, что-то придумывать и так далее. Думаю, какие-то, может быть, действительно совместные мероприятия организовывать, культурно-массовые, скажем так, чтобы действительно, что люди не только, так сказать, напряжение на действия, но и какие-то душевные разности испытывают. Потому что, насколько я знаю, кто ездил с группой Вартана на природу? Есть такие? Поднимите руки. Есть, да? С группой моим мы с группой ездили, а то, что в несколько групп ездили, это не я завезу. А, не вы, да? Коллективно. А, коллективно. Ну, прекрасно. Ну, я просто помню, что... Валим был в комитете других. Ну, прекрасно. Вот, то, что, значит, еще лучше уже это происходит. Да, это очень нужно и важно, действительно, что взять, вот, объединять. Просто я помню, что Вартан первый начал это дело, да? Вот, хорошее дело, потому что подхватили. Это очень хорошо. Вот такие вещи нужно делать. Может быть, действительно, какие-то интересные новости какие-то происходят, сообщать всем. То есть не отчеты посылать, а именно новости. То есть что-то культурные, какие-то события, которые можно действительно организовать, какие-то поездки куда-то совместные, куда-то в музеи выходят. Потому что все равно нужно, вот, действительно, делать что-то такое, чтобы, действительно, люди находили все больше и больше контакт. Человеческий. Потому что то, что мы потеряли, это мы потеряли человеческий контакт. То есть нас разобщили. Я же, что я еще помню в своей жизни, так сказать, мальчишка был маленький, когда жил в Кисловодске, помню, что все там собирались, семья, все собирались, двоюродные, троюродные, десятиюродные, все съезжались вместе. И считалось, вот, род это самое главное. Это, в первую очередь, ты род, как ты стоишь горой за этот свой род, и так далее, и так далее. Разрушили это. А ведь это было у них плохое, потому что род не только объединял людей, но удерживал людей от многих пакостей. Согласитесь? То есть, когда чтили своих родственников, и они, так сказать, не позволяли многим делать те пакости, которые бы сейчас многие делают. То есть и уголовные прессы, и так далее, и так далее. Я помню, было время, когда уже, когда люди разъехались и жили, уже стали не веронами, а куда кого заткнет, квартиру где получит, и так далее. Но даже, я помню, в детстве, опять-таки, живущие в Новодовом Селисе, здесь вот все на площадке, мы, во-первых, знали всех, если в подъезде более-менее, так, но соседи по площадке, мы детьми ходили с квартир в квартиру, дружили, там все, как раз, праздники, это все было дружно, и так далее. Сейчас уже нет. Это еще в провинциях, думаю, осталось еще, да? До этого провинции уже тоже нет. Но это плохо, понимаете? Просто людей превращают просто, вот они замкнутый мир в собственный мир, изолированный, и человек живет, как волк. И тогда, конечно, его легко, мы не понимаем, нет связи. Вот мы должны как-то все это расшевеливать, и вот, допустим, какие-то поездки такие, и так далее, можно не обязательно только там на... Не обязательно, чтобы это было, так сказать, ну, там в театр, там, и, к сожалению, там не очень много в театре идет, то, что можно смотреть, правильно? С моей точки зрения. Вот. Или фильмы, некоторые фильмы тоже есть хорошие, можно... Ну, можно на природу просто, на рыбалку там какую-то выезжать, что-то такого плана, чтобы действительно люди могли вместе быть, и действительно, как-то общий язык. И действительно нужно больше внимания уделять, и знать, что еще, думаю, важно вести, чтобы важно... Это, опять же, секретарь, чтобы было как-то вот информация о проблемах, которые возникают у членов движения. Проблемах. Ну, семейная ситуация, какого-то там трудности в жизни, нужно помогать друг другу. Вот мы должны еще помогать членам движения. То есть, когда критическая ситуация возникает, нужно, чтобы какая-то была помощь общая, чтобы мы могли помочь тоже. Вот это вот нужно действительно. А отчеты, ну, кому интересно, могут получать... Вот секретариат может дать добро, что любое членов движения может запросить отчет работы групп любой, чтобы можно почитать, увидеть это. Это ему правильно будет. Так вот, любительного отчета может обратиться в секретариат, и секретариат просто вышли от отчет такой-то группы, такого-то региона, такого-то, вы почитаете, узнаете, что они делают. Но, я думаю, самое главное, действительно, восстановить именно отношение, такое дружеское между людьми. И самое главное, чтобы действительно была помощь, не только чтобы человека брать, что ты должен там делать для движения, все, жертвовать всем и вся. Всем и вся не нужно жертвовать, нужно... Ну, все равно жертвовать придется частью своего времени и так далее. Но еще, чтобы действительно была помощь, взаимная помощь в критической ситуации. У каждого может возникнуть критическая ситуация, и, в первую очередь, те, кто в движении, с моей точки зрения, должны в таких ситуациях быть на поддержке. Я думаю, вот это будет правильно. Ну, предлагайте еще что-то, может, еще что придет, кого в голову интересно. Не все сразу приходит. Так, и у вас, и у нас, так сказать, общим будет. Ну, здесь спрашивают насчет цвета глаз, который вот действительно радужка определяет. Это действительно фильтр, отражающий избыток излучения и так далее. Ну, спрашивают, а может отражаться это на животных тоже. Естественно, отражаются, только в нескольком другом аспекте. Потому что желтые, допустим, желтые, так сказать, глаза, допустим, у кошек и так далее, у ночных хищников это совсем другой принцип. То же самое. Когда солнца нет, а свет только луна, свет очень слабый, естественно, и радужка подстроена так, что оптимально, максимально можно было видеть животных во тьме. Поэтому, естественно, у них, у ночных животных радужка имеет другую структуру, чем у человека. Плюс каждый вид животных существует в своей экологической ниши, где существует определенная освещенность и тому подобное, что тоже влияет на это. Просто поймите себе, что человек, вот Homo sapiens, как вид, на других планетах тоже существует экологическая система, и он возникает примерно в таких же качественных условиях, иначе бы цивилизации гомоноиды, не было бы. Если бы разум возникло в других формах, в других экологических нишах, то и живые существа, занимающие экологические ниши, были бы совершенно другой формы. А из-за того, что разум возникает только в определенных экологических нишах, то есть не любой ниша может возникать разумная жизнь, а только при определенной организации экологической системы это первое. И только у определенных видов живых существ может возникать разум. Вот в этих случаях там экологическая ниша откладывает целый спектр ограничений и возможностей, соответственно, на вид, который занимает эту нишу. И поэтому, естественно, если мы можем сравнивать аналогию с одним и тем же подобным видом. Например, кто изучал, помните, медведку и крота. Это насекомая медведка, крот это мекопитающие. Конечности у них абсолютно тождественные. Почему? Потому что они предназначены для того, чтобы копать землю. Независимо от размера и даже вида насекомая или мекопитающие, формироваясь на конечности копателей тождественные. Почему? Это оптимальное средство для копания земли. То же самое, каждый вид, который занимает, например, на экологическую нишу, он формируется в оптимальном варианте для этой ниши. Поэтому гуманоидные формы, которые занимают экологические ниши на других планетах, они видят очень близки к нам. Во-первых, потому что мы-то и есть их потомки, в принципе. Но в любом случае, до того, как они с одной планеты соединились с другой планетой, у них все равно был тот же сам процесс. Поэтому радужные оболожки в этом плане говорят нам только о человеке. Потому что такого человека, так сказать, на нашей планете, на других мы оказываемся в принципе одинаковых условиях природных, и поэтому радужные оболожки могут четко говорить именно о том спектре солнечном звездном, который облучается. Вот и все. Так что, действительно, это интересный вопрос, но не столь важный, но тем не менее да, можно определить многое. Но сейчас это уже поменялось. Вы забываете, что когда пошло смешение, ведь выходили замуж и женились не только по цвету глаз определяли, правильно? Поэтому возникло очень много оттенков разных, которые спектр отражает по-разному. Потому что генические совмещения это идет доминирующие рецессивные гены, кто изучал. Они же, тем не менее, присутствуют рецессивные гены и влияют на цвет радужки. И к тому же цвет радужки тоже меняется в течение жизни человека и в зависимости от его развития тоже меняется, многое изменяется. Но это много причин разных. Но здесь спрашивают о том, что в движении есть люди, не только молодежь, и преклонного роста, и в любом случае рано или поздно придет момент, когда придется покидать данное тело. И как вот происходить этот процесс похороны и так далее, и так далее. Ну, во-первых, я не рекомендовал бы хоронить прохристианскому обряду, в любом случае, по многим причинам. Но, в принципе, если такая, как говорится, досадная ситуация будет, хотя это начало новой жизни, все равно это уже задержка нового воплощения. Произойдет, то просто главное же для умершего человека никак, что с ним. Ну, я бы рекомендовал, во-первых, кремирование, если бы на то пошло, да, когда шеплетки делали. Потому что раньше возводили, конечно, красиво это было обустроено все, да, возводили такой костер большой, клали тело, и тело сжигали, так сказать, на природе и так далее, и так далее. Ну, в принципе, сейчас это, в принципе, невозможно. И столько дерева не наберешь, и, в принципе, но кремирование-то неважно, каким способом сделать. Это первое. Второе, что для тех, действительно, кто из движения, так сказать, когда ситуация так и возникнет, просто, когда это произойдет, я просто помогу сущностям уже освободиться, ну, и отвезти куда надо, скажем так. Вот, мне там уже сообщают, там, у кого-то из членов движения, я помню, кто это, я просто не буду говорить, что погибали, так сказать, близкие люди, подружка, как раз, погибла. Вот, я просто взял сущность, провел, чтобы не было последствий этого. Да, вопрос, пожалуйста. Какой день кремации? Какой день? Чем быстрее, тем лучше тут. Потому что человек увидит свое разлагающее тело, это не очень приятное мероприятие, в принципе. Можно сказать? Ну, это по усмотрению. Это по усмотрению. Но, в принципе, главное же тело уже, умершее мертвое тело уже мертвое. То есть нас там уже нету. Мы просто сбросили и так далее. Поэтому важно уже не мертвое тело, а душа, сущность, которая по-прежнему еще жива и полностью туда. Поэтому вот для души и для сущности, тех, по крайней мере, этого движения я буду помогать в плане того, что проводить сущности, куда нужно, чтобы они там не болтыхались и в ловушки раз не попадали. И с сущностью проще работать, можно многое ей добавить, потому что физическое тело очень инертное и очень слабенькое, в принципе. То есть оно не позволяет большие дозы выдерживать. Ну, помните, мы говорили об этом. Поэтому, а когда сущность, варианты можно, ну, что сделать за несколько долей секунды. Ну, лучше все-таки не спешить туда. А то некоторые сразу подумали, быстрее получу, да? Тут нужно корпеть, корпеть, а ты аграс, и сразу все получил. А это может такой вопрос? Что? Вот такой вопрос. Ну, вот я уловил тоже сейчас этот вопрос. Поэтому ответил на него. Тут еще говорят, думают, ага, будет ли какая-то школа, не будет какая-то школа, попаду я в нее и не попаду, да? Здесь спрашивают, можно ли смотреть лечебные сеансы с детьми и так далее. Можно смотреть со всеми. Просто, когда вот делаю конкретный диск, в принципе, конкретный диск желательно смотреть данному человеку. Почему? Потому что я его специально программирую, создаю с учетом состояния здоровья, что нужно данному человеку и так далее, и так далее. Ну, скажем так, если зарядил диск для того, чтобы у женщины восстановилась гормональная система, она смогла стать матерью, нормальной, да? То мужчины просматривают диск, не рекомендуется. Было бы последствия. А то, потом и он стоит мамой. Шутка, но в доле шутки есть истина. Потому что я могу привести такой пример. Довольно-таки забавно было несколько примеров в моей практике. Один из примеров, которые у меня появились, вот женщина где-то под 40 лет и она была бесплодна. И вот она говорит, вот можно что сделать и так далее, и так далее. Потому что вот медицина ничего не делает, не может сделать, чтобы это сказать. Ну, потому что медицина не понимает реальных процессов. И она пришла со своей мамой, которая уже если ей под 40, мамы за 60. Ну, понимаете, да? И я просто поработал, на встречу они приходят обе, и говорят, а у нас обе их началось. Ну, цикл начался. Понимаете? Почему? Потому что мама, когда я работал с ее дочерью, она сидела, впирывшись, включилась. Что же я такое делаю, да? Ну, и когда включился, подключился, он, короче, люди же не понимают, что они, когда внимательно смотрят, они включаются в процесс. Ну, по полной катушке мама получила тоже. И девочкой стала тоже. Вот. А второй случай был тоже забавный. Я отрабатываю воду, тоже моя пациентка, у нее было серьезное нарушение, рак по женским делам и так далее, и так далее. И я обрабатывал воду для того, чтобы восстановить. Но она эту воду использовала для всех целей, я не помню, чай или кофе она заварила. И к ней пришла подруга, тоже за 60 лет ей было подруги, попила чашечку кофе или чая, и у нее пошли дела опять. А то, что выпила чашечку кофе, она на воде обработана. Так что, та же самая сеансы, они, конкретные сеансы, но если нет особо специфических болезней, у которых у человека, лучше просматривать каждому конкретному человеку. А вот есть общие здоровительные сеансы, это можно просматривать всем, потому что там наставлена программа совершенно другая, направлена на то, чтобы все люди могли максимально, так сказать, восстанавливаться и тому подобное. Так что, следующий вопрос. Как вы относитесь к Виссариону, провозить себя Иисусом Христом? Ну, знаете, меня когда приглашали на один собор, на Ежекрин, не помните, Всеславянский собор, да, кажется, называется, да? Всеславянский собор. Потом мне сообщили, что в первом ряду, на этом Всеславянском соборе, это куда-то два с половиной назад было, да, сидело семь Христов. Дружно сидели, даже не ссорились. И никто из них не дался, я говорю, что, они, видно, поделили, кто не Христос по понедельникам, кто не Христос по вторникам, как раз семь дней недели, да? Ну, примерно так же я отношусь и к этому. Он же такой же Христос, как я по Пуасу. Я похож на Пуасу? Ну, если я похож на Пуасу, значит, Он Христос. Так, следующий вопрос. Ну, здесь спрашивают, почему, типа, вытеснение гигантов Земли, тогда это ведь не правило светлых, что значит жить по совести, мне кажется, своя совесть. Во-первых, скажем так, светлых сил, во-первых, черных гигантов никто не вытеснял. Они тоже прилетали, когда была колонизация Земли, это первое. Второе, вытесняли только, заменяли, точнее, неандертальцев, называемых, которые жили, так сказать, довольно-таки долго еще, пока вот необходимость не возникла, а вы скажете, ну, кажется так, нарушение светлых сил. Нет. Нет никаких нарушений. Знаете, почему? Объясню, почему. С одной стороны, это будет нарушением, а с другой стороны, это нет. Итак, для того, что по законам светлых сил нельзя вмешаться в дела другой планеты, на которой есть жизнь, правильно, за единицимым исключением, если вы эту планету спасли. Понимаете? То есть она должна была погибнуть, и если она погибла бы, то вообще бы ничего не было. Понимаете, да? То есть и светлые силы никогда не экононизируют планету, если они ее предадим, не спасают гибели. Поэтому то, что происходило на Земле после того, как ее экононизация и так далее, это не совсем нарушение законов, просто она уже должна была не существовать. И, в принципе, с моей точки зрения, логично, потому что если эта планета должна быть погибнуть, и вы ее спасли, то в своей вмешательстве вы уже не нарушаете никаких законов, потому что вы меняете уже то, что должно предстать бы существовать. И поэтому вы имеете право какие-то нанесить изменения. Согласитесь? Вот и все. Так что здесь кажущиеся, так сказать, противоречия, а на самом деле никаких противоречий нет. Потому что многие вещи именно и будут делаться потому, вот, как сказать, право появляется тогда что-то менять, когда, допустим, планета была спасена от гибели. Вот и все. Так что здесь. А что касается жить по совести, у каждого своя совесть, ну, скажу сразу, совесть своя, это в какой-то себе неправильный подход, но не совсем так. Вот скажите, понять такого, что только совесть, не делать другому того, чего не хотели бы, чтобы делали тебе. Это не значит, что все будут, опять-таки, делать так же, поступать так же, но жить по совести это один из таких моментов. Тебе скажите мне, кто бы хотел, чтобы убили по морде из-за изображения? Есть такие люди? Нет. Здесь нет, да? Кто бы хотел, чтобы его там издевались или унижали, оскорбляли и так далее? Нет. Понимаете, то есть по совести действительно человек, ну, сложно понять, конечно, что-то абстрактное, но конкретное, каждый человек может знать, что вот чего бы он не хотел, чтобы было сделано в отношении него. Вот я думаю, это один из принципов, как что-то значит, жить по совести. Но если человек хочет, чтобы по нему танком ездили, его, так сказать, мучили и так далее, есть такие, но это уже патология, и поэтому к эталону врать не стоит. А в остальных случаях это самый простой вариант. Совесть это то, что вы не хотите, чтобы делали вам. И плюс, совесть это ответственность, еще, второй аспект, это ответственность человека за каждый свой поступок. Вот если человек понимает, что он делает, если понимает, что делает, у него будет совесть работать, так? То есть он будет мучиться, если он сделал что-то, что не так, правильно? Даже вот в русском народе вот понятие такое мучение души. А вы знаете, что в принципе в других языках, допустим, в английском такого понятия даже нет. Потому что нет понятия, мировоззрение построено на прибыли. То есть протестантская религия, это основа создания Соединенных Штатов, вы знаете, какие англии, это прибыли. Прибыли это хорошо, то есть заработали деньги, это все хорошо, а остальное не важно. Понимаете, как подменено? Золотой Телец сделал идеалу. И поэтому, когда они это происходят, у них действительно нет совести. То есть они ограбили, обманули кого-то, и у них вообще ничего не реагирует. Потому что нечем реагировать, они считают, что так и должно быть. А вот если нормальный человек, если он сделал проступок, он обманул кого-то, как говорится, обхитрил как-то, но предал, и нормальный человек будет мучиться. Нормальный человек. Если он не мучается, а почему мучается? Совесть есть, да? А почему совесть? Потому что человек понимает, что он сделал не то, что нужно. Вот эти две вместе вещи, ответственность за свой поступок и не делать другому то, что он не хотел бы себе, я думаю, это лучший вариант для того, что такое понятие «жить по совести». Следующий вопрос. Есть несколько вопросов. Один из вопросов по поводу «Сколько ангелов у человека?» Ну, чаще всего это паразиты. Вы помните, кто читал то, что касается моей первой американской школы, там Мона была такая, помните, да? Кто читал? Вот у нее, ну, не ангел, это гайды, то же самое, как ангелы по-английски называют гайды. У нее было несколько гайдов, то есть проводников, ангелов, которые ей учили и так далее, которые говорят, «О, откуда ты это знаешь, когда я 24 говорю? Откуда ты знаешь? Мне говорят, что мои ангелы говорят, что ты не доросла и тому подобное». И потом, в тот момент, когда я показал, кто ее ангелы-хранители, то оказалось, что это в основном паразиты. Хотя в некоторых случаях существуют сущности симбиоты. Что это означает? Это означает, что параллельно с вашей сущностью существует еще другая сущность, которую вы питаете, кормите. Но эта сущность отгоняет вас всех мелких паразитов. Разгоняет, чтобы вас не кидали, не пожирали мелкое шушеро астральное. Вот есть такие варианты. Но это симбиоты, когда одна сущность забирает от вас что-то, то есть часть вашего потенциала, который вы тоже чаще всего не используете на полную катушку по многим причинам, а просто выбрасывается. И идет на обеспечение жизнебеспечительной сущности. Она эта сущность за это вас защищает от нападок всех других. В этих случаях, конечно, это положительный момент, но таких обычно бывает одна, и тоже нужно знать и понимать, что к чему. В основных случаев это чаще всего паразиты, которые просто-напросто пожирают. Тут холодильник и барабашку, но если реально барабашка, это нужно просто прочистить и думаю, что будет нормально все. Если после сегодняшнего еще будет, сообщите, может, в следующий раз еще что-то добавим. Хорошо? Написал. Ну, здесь как раз по поводу интернета проекта, телепроект и так далее, в любом случае, сейчас обсуждать рановато, я думаю, что действительно нужно вот, видно, если человек пишет, его-то интересует и он варится в этом. Вот как раз нужно сатаковаться, вот, а действительно есть интерес и желание, вот, Ковалев так пишет, с тем же самым Байдой и вот как-то обсудить, и чтобы действительно это было полноценно, потому что нам сейчас важно создать, именно наполнить сайт движения, который Байдой создал, материалами. Чем больше материалов насытим, чем больше мы дадим материал, чтобы люди могли видеть другие, тем лучше для движения агитация, пропаганда, самый лучший вариант. Единственное, что пока не контролируется, не может быть заблокирован, это интернет. поэтому вся информация действительно должна поступать, для этого действительно работающая интернет-группа, потому что Байда, при том, что он пашет с утра до ночи вместе с женой, они все сделать не смогут в этом плане по интернету, а материал, они могут сделать, поставить материал, но материал они сами не садут, то есть фотографии или дела, потому что что делать, то что люди должны видеть и чувствовать. очень многие именно читая материал, который вы группой работаете, какие-то проводите проекты, реализации и так далее, они читают и начинают проникаться и видеть, что это действительно живое дело и польза будет. То есть агитацию нужно действительно вести правильно, потому что многие методы агитации, которые существуют, они были созданы паразитами, не забудьте, и они рассчитаны для того, чтобы эффективно работать в интересах паразитов. Их методы нам не совсем подходят, и поэтому четко пропаганду, которую проводит паразитическая система, принять полностью и так далее, это будет неправильно, потому что она основана в принципе на зомбировании людей, в первую очередь, на создание ложных представлений, подсовывая чуть-чуть истины, а вокруг задавая ложь. Наша пропаганда совершенно другого плана, и поэтому, но тем не менее, не значит, что она должна быть пассивной, а активность именно, то, что группы работают, группы подают информацию на сайт движения, вся эта информация размещается, и это состоит для всех, кто желает, и движение видит, и можно таким образом обмениться опытом, то, потому что до многих вещей, люди, а в одном месте кто придумал интересную вещь, сообщил, вот, к примеру, забавно сейчас некоторые делают, сейчас недавно была размещена страничка на сайте, кто-то из движения в провинции придумал на машине наклеивать рекламу, допустим, пробудить свою генетическую память, знаете, сзади на машинах, вот сейчас уже несколько чат-то сделали, на своих машинах ездит и уже рекламирует, плюс даже на фурах и так далее, и так далее, и вот сейчас есть варианты расположенных фотографий, сделаны новой страничкой, тоже хорошая вывесель, правильно, вот видите, рождается у людей возникновенная мысль, которая действительно может быть хорошая, вот обмен таким мыслью позволит всем быстро, оперативно подхватить все, что наиболее хорошее рождается в движении, и чтобы в одном месте родилась и сидела в каком-то месте, а это может сразу интернет позволяет мгновенно распространять на всех и вся, поэтому интернет наиболее важное оперативное средство действия нашей сейчас. Следующая записочка. Что такое совесть, спрашивают. Является ли голосом сущности, ну как сказать, не думая, не думая, что потому что голос сущности как бы на себе пенда, ну это неоднозначный вопрос, ответ, потому что совесть, помните этот момент, когда я описывал, когда в Архангельске был, и во время одного выступления, там, когда общую, среднюю дозу давал, там, врубалось, там, 30-40 человек в стороне комы, близкой клинической смерти, потом ходил по залу, возвращал их обратно в тело. И сущность этой девицы, которая не хотела возвращаться в тело, которая кричала, вот, наконец-таки я свободна от тупого тела. Вот это голос сущности. Был. Ну, конечно, не все сущности такие, я тогда засунул обратно, сказал, голубушка, давай работай в своем теле. Но, что такое, конечно, совесть, это и есть проявление сущности, в какой-то степени, но в большей степени, как видите, из-за того, что я вам примера, когда девица была, когда сущность была в теле, ее все устраивало. Значит, никакого голоса в сущности почему-то в тот момент не проявлялось. Потому что, если бы это было так, то девица бы уже начинала действовать по-другому. Поэтому, такой уровень влияния сущности, как вот в вопросе стоит, говорит о том, что сущность окажет большое влияние на тело, на сознание тела. Совесть, в любом случае, в большей степени, это наработка сознания по времени жизни человека. Понимаете, когда человек понимает не на уровне сущности, а на своем собственном уровне, понимает, что вот он обнул кого-то, да, например, парень соблазнил девушку, да, ну, условно скажем так, а потом бросил, пообещав, что он женится, что он ее любит, и на самом деле это ложа была, правильно? нормальный парень, нормальный парень все равно будет мучиться, согласитесь, нормальный парень, потому что он обманул, растоптал, использовал человека, а это преступление в любом случае. Вот вам, если парень понимает это, что он сделал, что, так сказать, он воспользовался тем, что другой человек его любит, и он воспользовался этим в своих, так сказать, целях личных, не имея ответного чувства. Я считаю, что это вот преступление в любом случае, и вот в данном случае, когда человек мучается, что вот так поступил, что он чужую душу растоптал, ну, неважно, парень, девушка, а в этом случае чаще всего страдает девушка, потому что, когда, нет, парень тоже страдает, когда девушка обманывает, понимаете, да, но последствия для обмана для девушек чаще всего бывают более серьезные, понимаете, беременность и тому подобное. Поэтому вот понимание того, что ты сделал и ты сделал неправильно, это не от сущности идет, а чаще всего от воспитания, то, те фундаменты, которые заложены в человеке с рождения, на уровне генетики, плюс воспитание и так далее, и так далее. Потому что во многих культурах, вот, понимаете, почитайте, вот как воспитываются, допустим, во что превращают еврейские семьи, детей, мне их жалко. Их уродов превращают. Потому что ребенок рождается, сущность не имеет национальности, понимаете, да? Вот рождается в семье и детям начинают внушать. Один мой американский друг говорит, что он, его семья жила в районе, где много было богатых еврейских семей, он тоже был с богатой семьей, и он дружил с одним мальчишкой. И мальчишка в один момент сказал, знаешь, я с тобой дружить не буду. А что такое? А потому что ты не еврей. Понимаете? Вот, к чему приводит воспитание. То есть, мальчишку вбили в голову, что если он еврей, то он лучше всех, он избранный, и все остальные, скотина, животные, и тому подобное. И дети это воспринимают вполне серьезно. И формируется, что по Торе, почитайте тоже, ты можешь обманывать кого угодно, кроме евреев. То есть, обманывать всех остальных это норма поведения. Только если ты обманываешь своего соплеменника, значит, ты нарушаешь закон Торы. Понимаете? А соплеменников и евреев не так уж много, правильно? Значит, подавляющее большинство населения является обман предательства и так далее по отношению других является норма поведения и закономерности. Вот вам, пожалуйста, как формируется. И для них они не понимают, что это нехорошо. Вы знаете, когда их ловят за руку и говорят, слушай, ну это же нехорошо, они не понимают, потому что они считают, что они делают правильно, потому что по их представлению он испытывает, что это вот так и должно быть. Вот вам, пожалуйста, совесть. Совесть формируется тем мировоззрением, которое есть у человека, если двух слов сказать. И вы что-то недавно не прислали в статью, где говорится, забавная вещь. Вы знаете, что в России есть множество школ еврейских, куда принимаются только евреев, которые проверяются и так далее, если мать, бабушка еврейка, то в этих случаях ребенка принимают в школу, никого другого не принимают. Это в России происходит, где говорят, что не существует дискриминации, что нельзя дискриминировать и так далее, и так далее, по национальному признаку. А это что такое? А вы думаете, почему так делать? Знаете, почему? Потому что они понимают, что они должны воспитывать свои детей именно в такой традиции, в Торе. И они не хотят, чтобы другие национальности знали, какие действительно планы у них есть в отношении других национальностей. Вот и все. Следующий вопрос. Да, конечно. Ну, ты само собой. Благодарю вас. О, только сказал, что записки закончились, так что же... Но уже не успею все вопросы, не знаю, потому что уже время-то у нас уже пятый час. Сколько у нас еще временно, известно? Полчаса, чуть больше полчаса, да? Следующий вопрос. Есть вопрос, каким образом наши предки спасли планету от гибели. Ну, вы знаете, я пока детально не выяснял этот вопрос для себя. Это не столь принципиально, но предположительно, что вполне возможно они спасли от столкновения с очередным космическим телом, которое должно повести к гибели, просто удалив это тело за пределы или изменив орбиту, траектору движения и так далее. То есть, такого плана, думаю. Но я не выяснял детали, так что это мое предположение. Скорее всего, оно так и будет, но это что, на первую скидку произошло? Следующий вопрос. вопрос. Есть вопрос о том, что новый патриарх Кирилл, в речи в Харькове, поднял вопрос о борьбе с язычниками, ну и тому подобное, и так далее. Связано ли это дело с тем, что делает Папа? Ну, конечно, связано, потому что, могу тебе сказать, и предпоследний Папа, и предпоследний Патриарх, они действительно были язычники, в полном смысле слова в таком названии, понимаете? они были волхвы. На спецзаданиях. Понятно, да? Ну, а сейчас, это уже действительно враги. Вот и все. Понятный ответ, да? А, извините, чего допустили? А потому что сейчас уже не нужно смягчать, сейчас нужно избавляться. Понимаете? Потому что пока оплённые вещи не произошли, нужно было смягчать, не допустить того, что было, доводилось к критической ситуации. А теперь уже не нужно, теперь уже нужно просто показать, чем больше они бесятся, дури. Чем быстрее они себя уничтожат. Вот и все. Понятно почему, да? И к тому же, для того, чтобы это произошло, папе Римскому было добавлено 10 лет жизни, чтобы он мог довершить эмиссию. Потому что он должен умереть гораздо раньше. Следующий вопрос. Ну, здесь спрашивают, как можно блокировать экологическую депрессию людей, как можно противостоять. Но, опять-таки, для этого нужно оплённое знание, воздействие, прочистка, расщепление алкоголя и так далее, и так далее, и так далее. Без оплённых знаний и умений это невозможно сделать. А что можно сделать без знаний и умений в этом случае, это по крайней мере, ну, самое лучшее не допустить этого. Так? Это самый лучший вариант. но, если это есть, то пытаться найти вариант, чтобы человека эту агрессию убрать мирным путём, то есть, не позволить человеку проявлять свою агрессию, найти, не идти на обострение ситуации, а просто ситуацию смягчить как-то. Если не получает, ну, придётся уже тогда действовать в данном случае, знаете как, действия уже с привлечением милиции и тому подобного, больницы. Потому что, если вы будете, ну, самый лучший вариант, если сила есть, смирительную рубашку надели, положили, проспиться, это самый лучший вариант. Но для этого нужно иметь хорошую силу физическую, чтобы взять пьяного человека с смирительной рубашкой. Это самый лучший вариант с моей точки зрения. Но не всегда реализован. Правильно? Следующий вопрос. Что означает эмблема движения? Вы имеете в виду мою эмблему, вот которая треугольник, да? Или какой? Да? Эмблема, но это просто не совсем эмблема, это смысл, я вкладываю сама картина, которую я нарисовал, она, так сказать, имеет, развивается развитие сознания, разума. То есть, видите, высший иерарх представляется в виде такого и зарождение разума на земле, в виде там ребенка внутри планеты и связь такая. То есть, это семена разума, как она называется, то есть, взаимосвязь, целостность разума. То есть, один разум порождает новый разум и этот разум выходит на более высокий уровень развития. потому что разум, который создает новый разум, он в любом случае тот, который создает, он создает новый уровень, новый виток эволюционный, это первое. А треугольник означает просветление знанием, потому что треугольник снизу, в принципе, шестиконечная звезда это арийский знак, чтобы узнали, всегда был. позаимствован, как обычно многое из того, что позаимствован было. И означал треугольник снизу вверх это развитие от физического мира в духовный вверх, идущий, понимаете, да? А снизу вверх, сверху вниз. То есть, это соединение гармонии между внешним и внутренним, то есть, слияние движения сверху и снизу, то есть, гармонизация всего и вся. Сейчас он имеет совершенно другой смысл, как и многие другие знаки. То же самое звезда, тоже раньше было совсем другой смысл не сло. Следующий вопрос. Что в 2012 году ждет? Что ждет? Поживем, увидим, но в любом случае, что сейчас, опять-таки, активно распространяют планеты Нибуру, тогда они по-другому называли, просто-напросто. И так далее. Это планета Икс в 2003 году. Ну, в 2003 году произошло, вы слышали, знаете уже все, так? А в 2012 году, во-первых, никакой планеты Нибуру не будет, потому что ее уже не может быть, потому что планета Икс, Немезида, планета смерти, Нибуру, это все одно и то же. Но самое смешное, как расписывают, что это на ней, на этой планете, 12 планеты Солнечной системы, на которой живут цивилизации, и так далее. Ну, это такая ахинея, извините за выражение. Какая цивилизация, это мертвая, а гарок мертвой звезды, это нейтронная звезда, 3600 км в диаметре. Там никакой жизни, нет атмосферы, не можно и по природе. Потому что такая маленькая нейтронная звезда, она вызывает гравитацию не меньше, чем солнечную, понимаете? Потому что, если бы звезда, спутник была больше, была бы черная дыра, он возникла бы. Так и возникают черные дыры. Просто по астрономическим представлениям, если звезда имела больше 10 солнечных масс до взрыва сверхновой, до 10, то возникает нейтронная звезда после смерти ее. А если больше 10 солнечных масс, то деформация пространства возникает такая, когда сворачивание пространства, когда сжатие материи происходит в такой степени, происходит продавление до предыдущего пространства, нижележащего, возникает уже черная дыра. Так вот, в нашем плане возникла не черная дыра, а нейтронная звезда. Это маленькие агары. Но это звезды уже, планеты, планеты звезды, точнее, уже давно, мертвые. Уже давным-давно, уже несколько лет она ушла из солнечной системы и не собирается возвращаться. А это, опять-таки, манипулирует. Когда в 2003 году ожидался взрыв сверхновой солнца или мининовой, это опубликовали научные разработки, и ученые, изучающие, ожидали именно это, об этом молча, и в средстве массовой информации ничего не просачивалось вообще. хотя ученые, изучающие деятельность солнца, об этом знали, ну, как они, знаете, заявили, когда один из моих друзей, он тоже здесь в зале сидит, но я не буду говорить пока, он сам захочет сказать об этом. Он когда поговорил с ними, учеными, насчет того, что вот было, а потом исчезло, знаете, что ему ответили? Как мы рады, что мы ошиблись? Ну, извините, как, вот логически подумать, если солнечная активность росла вот так, достигла прямой активности, регистрировала приборы, и потом ушла вниз, разве это ошибка? Нет. Но они по таким солнцам произошли, мы рады, что мы ошиблись, что солнце уже не взорвалось. Так, извините, вы оперируете на знаниях или на радостях? Оказывается, наука это не знание, а радость. Как мы рады, мы рады, что мы с вами из Ленинграда. Помните, да? Так и здесь, понимаете, вот это вот любопытно, что наука, все вроде реально, активность идет, 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 потом раз, исчезло в один день, в принципе, вернулось к норме. И они говорят, что это не реальный факт, это радость, то, что они ошиблись. Так, ошиблись в чем? Что замеры, замеряли? Или в чем? Так вот, когда это произошло, и солнечная активность вернулась к норме, и планета Х развернулась, которая тоже была зарегистрирована, все. Почему? Они там молчали, потому что они в то время ничего с этим поделать не могли. А когда это произошло, им не очень, не хочется сообщать о том, почему, и кто, и зачем это сделал. По многим причинам, понятно, почему, так? А насчет 2012 года, там, в принципе, опасность идет не от этого, а в большей степени от облака кислотной движицы, которое, в принципе, должно засчепить и расщепить, в принципе, все то же самое. Ну, не лучший вариант, как, знаете, когда человек погибает, ему все равно, каким способом его убили, правильно? Результат то же самое. Так, здесь планета может погибнуть, но, надеюсь, это тоже не произойдет по многим причинам, а получится, или нет, посмотрим. В любом случае, это не связано, так сказать, ни с чем таким вот мистическим, ни с чем, никакого перехода, такого плана. Ну, конечно, если погибнет и погибнет, то все мы с вами перейдем на другой уровень развития, понимаете, да? То есть, тел физических перестанет быть, и если бы это было, то тогда цивилизация Земли превратится в астрального паразита, между прочим, если говорить то, что ожидается переход на другой уровень, вот эти люди небесные, непонимающие, если физические тела погибнут, то это означает или превращение цивилизации в паразитическую, или полностью гибнет цивилизация, в каком плане? Без физического тела никакого развития сущности не может проводиться. Вы помните, мы говорили, за исключением редкого числа тех, кто уже прошел эволюционную фазу, когда количество тел гораздо больше, чем 7, и в том случае уже нет необходимости физическим телом, потому что любое другое тело по своему качеству может стать фундаментом для сущности, понимаете? Вот пока такого ситуации не возникло, пока другое тело, у которого человек и есть, не может стать фундаментом для его сущности независимости, есть у него физическое тело или нет, до этой поры эволюционного развития у человечества в целом гибель планеты приведет к тому, что сущности зависнут, а компьютер зависает, они зависнут от физического тела, на тех уровнях, которые попадут. И там мы говорим, что или паразитические направления движения, или же просто замороженность на вечность. Так что, если произойдет то, что ожидают с такой радостью некоторые идиоты, которые, мы, говорят, избранные, мы перейдем, а все остальные, как говорится, быдло останется, погибнет, а мы, вот, избранные, придут, да вот они придут вот в это состояние. Ну это маразм по поводу шестой расы, помните, слышали, да? Вот и есть. И что самое интересное, очень много, кто этот маразм слушает и надеется, что если произойдет, то с ними произойдет то же самое. Следующий вопрос. Есть вопрос по поводу Второй Отечественной войны, Великой Отечественной войны, Второй Мирной войны. И вопрос, хотел ли Сталин начать Первую войну? Я думаю, ну конечно, что у него в башке сидело, я не выяснял, не ковырялся, честно слово, так. Но я думаю, что версия Суворова весьма-весьма имеет основа не только теоретическое, потому что, если учесть, что действительно про Суворов, вы должны понимать, он в любом случае предатель. Понимаете? Можно воевать против системы, которая паразитическая, допустим, Советский Союз и паразитическая система создана. Можно воевать. Согласен. Но продавать Родину, это не значит, что если ты воюешь, то ты должен продаться обязательно врагам. Правильно? Или это понятие, потому что он не только... Понимаете, я могу сказать следующее. Насколько я понял, он был нелегал. Так? Что такое нелегал? Это человек, который подготовлен для долгой жизни в другой стране так, чтобы даже никто не понял, кто он есть. Это означает, что он мог спокойно уйти на дно, спрятаться, поменять документы и так далее. Не вылазить некуда жить в другой стране и так далее, не высовываться и так далее. Но он этого не сделал. Он пошел к врагам и сдался им. А враги, они просто так не принимают. Понимаете, ты должен продать душу свою и нести, естественно, ложь. Во его книг очень много правильного, но есть и места, которые он заранее закладывает ложь. Тоже. Поэтому нужно относиться к литийски и понимать, что продавший родину и продавший свою страну, при всем при том, что он был против той системы, которая была в стране, это не значит, что он должен воевать против своей страны. Вы знаете, сколько белогвардейцев, которых пытали заставить служить против Советского Союза, которые лишили всего, и подавляющее большинство из них отказалось и даже погибли, только потому, что они не могут воевать против своей родины. Понимаете? Так и здесь. Но, тем не менее, я думаю, что Сталин планировал нанести удар. Его дурили байкой, что Гитлер нападет на Англию. И он ждал, действительно ждал, я думаю, когда Гитлер начнет операцию по пересечению Ла-Манши, чтобы начать операцию против Англии, чтобы в этот момент нанести удар. И тот факт, что, другой факт, который, допустим, что были сняты на границе все минные поля, разминированные, все было убрано, и мосты были не заминированы, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? говорит о том, что планировалось наступление, не защита, а наступление. Плюс, то, что в войсках были карты территории за пределами России, не было ни одной карты внутренней, это одна из причин, что первое время советская армия весьма была плачевна, потому что не только были уничтожены средства связи, но карт своей собственной земли у них не было, то есть они ориентироваться не могли нормально. Плюс, действительно, когда началась война, у них были карты в ЧАСе, поверьте, я в армии служил, я знаю, что в случае войны есть определенный пакет, который командир ЧАСе открывает, и там написана задача, планы действия, которые ЧАСе должна куда двинуться, как разворачиваться, все расписано, я это знаю хорошо. Так вот, самое интересное, вы в курсе, что когда началась война на территории Румынии, опять-таки, советские войск даже пошли наступление и пересекли границу, знаете об этом, да? В курсе, да? Нет? Зря. Потому что там раскрыли, в случае войны раскрыли свои бумажки, и там в случае начала войны действия такие и такие, связи не было особой, понимаете? И они пошли этим действиям, ну, конечно, там малость удало, понимаете, почему, да? Но, тем не менее. Следующий вопрос. Ого! Время уже несется быстро. Ну, здесь можно ли помочь, чтобы не строилась атомная инфраструкция? Там все хвачено, и, конечно, хвачено. Я думаю, что, если произойдет, я не буду говорить, какие планы по определенным причинам, да? Если получится то, то, что планируется в ближайшее время, то необходимость в ближайшее время от любых электростанций, атомных, и не только атомных, но и вообще электростанций, строиться, вообще отпадет. поэтому защищать, бороться против, потому что не построилась одна атомная санкция, можно, но бесполезно, потому что ни в одном месте будет строить другого, и так далее. Пока не будет с одного условия, когда никаких причин для того, чтобы это делать, у паразитов не будет. Следующий. Здесь спрашивают насчет энергетического состояния внутри квартиры у человека, что, ну, во-первых, это может быть действительно, раньше жилье строилось, всегда такое проверялось, чтобы была чистая энергетика, была положительная, а сейчас строят, где попало. Естественно, может получиться так, что квартира или часть квартиры можно находиться под отрицательными потоками, которые, так сказать, отрицательные для человека. Поэтому, так сказать, я прочитал эту записку, постараюсь немножко изменить ситуацию эту. Если она не изменится, в следующий раз сообщите, если это не принципиально, это выходы просто мощные, которые нельзя изменить, потому что она меняется баланс потока, ведущийся из планеты. То есть, это не такая ситуация, можно сказать, если нет, тогда, конечно, лучше поменять квартиру. Следующий вопрос. Ну, здесь по поводу очистки воды, завода и так далее. Я прочитал ваше письмо, и, так сказать, понимаете, я не буду бегать сейчас по каждому заводу и доказывать каждому там руководцу, что я не верблют, понимаете? У меня нет на это время и нет нежелания. Сейчас разворачивается программа, которая уже проводится, где это производится, все это доказано, и так далее, и так далее. Это будет разворачиваться. Я же говорил, что в ближайшее время планируется развернуть мощное производство по касаемым грибам и рыбе, ну, о чем вы слышали, помните, да? Где действительно уже применяется в малом масштабе, это будет в большем масштабе, это одна ласточка, будет дальше и дальше и дальше. А так, чтобы бегать каждому из них, доказывать, что вот докажи ты мне, что ты не верблют, это все уже доказано. Поэтому, извините, это пока действовать так не буду в любом случае, потому что нужно делать с другой, потому что в любом случае это нужно менять принципиально всю позицию и нужно, во-первых, не очищать загрязненную воду, а делать так, чтобы предприятий таких, которые загрязняют, не должно быть вообще. Это в первую очередь. Это мое мнение. Так что вот это нужно бороться, а, так сказать, не то, что, так сказать, очищать и так далее. Так что в этом плане нужно делать то, что, вот я говорю, что нужно создавать в принципе новые предприятия, а это планируется в ближайшее время делать и думаю, что в ближайшее время это будет весьма активно производиться, где будут совершенно новые принципы и только примером, реальным примером, так сказать, проводить. А что касается этого, понимаете, никто не бегает, ни каждому человеку не докажет, что было понятно. Потому что на том предприятии, которое, допустим, уже существует, были проведены тесты, лабораторные исследования, которые вот, что вы там спрашивали насчет очищения от железа и так далее, все это уже проведено и доказано. И бегать, доказывать кому-то, а вот ты мне докажи и так далее, а что доказывать, если уже есть доказательства. Не нравится, нехорошо, а ходить доказывать, я не собираюсь никому, ничего, хватит. Интересует, можно дать доказательства, не интересует, кому-то доказывать, ничего не будем, уже есть. Так что в этом плане нужно действовать жестко и твердо, потому что в своей практике у меня было столько вариантов, когда приходили, вот ты нам докажи, что это так, и доказывал, чем заканчивалось, пустым звуком. Мне это не нужно, нужно действовать. по этому вопросу есть, интересуется, можно связать с людьми, которые это уже проведено, уже работает, реально работает. И, так сказать, если это лабораторное исследование, официально, так сказать, лаборатории не подходит, то тогда, извините, а что подойдет? Они скажут, у нас это, мы не верим этому, да? Ну, не верьте. В общем, поэтому нужно действовать грамотно и правильно, и при всем при том, что, конечно, нужно работать в локальном масштабе, но это не значит, что я буду каждую точку ходить, в каждый завод, в каждое предприятие по всей России и им доказывать, что я не верблюд. Это ужас точно. Я уже многие вещи доказал на уровне не завода, на уровне планеты, поэтому реальным фактом, поэтому, извините, это неправильно. Хорошо, но вот вроде бы надо же даже с всеми вопросами разобраться успели, да? Так, еще немножко минут осталось, что-то у нас будет в последней части, нет? Кому-то нужно это сделать? Диски кому-то обработать нужно, нет? Несколько человек. Ну, давайте это сделаем. И тогда. Но это будет в любом случае, уже, так сказать, те, кто с дисками, это уже, так сказать, завершающая фаза. Поэтому, надеюсь, сегодняшняя наша встреча внесла в некоторую ясность. Да, да, вопрос. А, блокировочки. Еще не снялось, да? Мимо, мимо. Бац, бац, мимо, да? Постепенно. Одна за другой. Ну, хорошо. Давайте сделаем. Готовы? Ну, вот. Так что, я благодарю сегодня всех, кто пришел. Ну, надеюсь, надеюсь, то, что наша беседа, в принципе, с помощью вопросов привела к обоюдному сторону. Надеюсь, мы кое-что прояснили, поэтому нужно нам действительно действовать более и более эффективно. Уже, как говорится, фаза, так сказать, брожения должна закончиться уже. Уже пора уже выкристаллизовываться от этого. Так что, я благодарю всех, кто пришел. Я думаю, что мы периодически будем вот такие встречи устроить, потому что промывание мозгов, скажем так, нотации, может, не совсем, но иногда они нужны для того, чтобы разобраться, чтобы действительно, что нам важно делать. Потому что, без понимания четкого нашей задачи, мы, к сожалению, ничего не сделаем. Такого. Так что, я всем желаю доброго вечера, приятных оставшихся выходных. И, значит, теперь последняя фаза по поводу того, что мы говорили. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.